Здравствуйте, друзья! Приветствую вам в сказочном пространстве. Пока ждал 5 минут, пока вы заберутся. Считал список, из которых у нас участники, зрители. Как всегда, потрясающая география. Ну что ж, да, Виктория написала в чате, чтобы поставили плюсики, если меня видно и слышно. Ждем. К сожалению, есть специфика у этой программы, что... Да, пошли плюсы. Специфика этой программы в том, что несколько отстает видео и звук от чата. Ну, примерно секунды на 7. Да, благодарю вас. Вижу, пошли-пошли-пошли плюсы. Хорошо. Да, поэтому заранее прошу прощения, если я буду реагировать в таком замедленном режиме. Просто потому, что вот из-за этого временного влага. Так, ну что ж. На прошлой неделе начали уже с вами говорить о сказках. Сильма колоссального объема. И чем глубже я в нее погружаюсь, тем больше поражаюсь масштабу, который она собой представляет. Ну, на прошлой неделе такая встреча у нас получилась фонтанная. Но на ней выявилась главная, наверное, сложность. На самом деле, не только для нас сложность. Скажу вам сразу, что сложность и для специалистов, и для фольклористов, и для мифологов, и для специалистов. Как, собственно, отличить сказку от несказки? Ну, у нас первый слайд в виде такого сказителя, чтобы напомнить о том, что само слово «сказка», само слово «сказка» имеет отношение к уст «сказывать». Сказка – это то, что сказывается. И вообще, первые сказки были только в устной форме. И сказка передавалась из уст, но сложно оценивать, сложно верить официальной хромологии. Ну, принято говорить о примерно двух тысячах лет. То есть примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры и примерно до 16-17 веков нашей эры. Ну, это значит, что первые сказки были записаны только примерно в 17 веке, и то до нас дошли только так обрывочно. А по-серьезному сказки стали записывать значительно позже и, главным образом, в течение века XIX, к чему предложили у себя русское географическое общество, ну, и небезызвестный Афанасьев, собравший свой сборник сказок. Да, немножко прерывается, пишут, так-так-так, ну, Виктория пишет, что все хорошо. Экспериментируем в том числе с платформой. Вот мы встречаемся на икет-курсе. Поэтому, ну, сказка – сказка – это всегда живое пространство. Ну, нужно довериться этому полю, как оно сложится, насколько оно будет нам благоволить. Ну, а мы будем пробовать и стараться делать максимально то, что от нас зависит. Краем глаза увидел вопрос про архетипы в чате. Безусловно, про архетипы будет. Ну, забегая чуть вперед, скажу, что, в общем, сказка – это и есть во многом архетипическая история. Ну, собственно, что такое архетип? Архетип – это образец. Он буквально переводится как образец или подлинник. И если я говорю, что вот кто-то ведет себя как настоящий мужчина или как настоящая женщина, это означает, что у меня в голове есть некое представление об идеальном мужчине и идеальной женщине. И если оно есть, это значит, это и есть архетип. Вот. То, на что мы равняемся. Ну, и самые главные архетипы – это, конечно, образцы добра и зла. Маленький сейчас совсем ребенок формируется. И первое, чему мы его учим, что вот так поступать хорошо, вот так поступать плохо. Он еще и говорить-то не умеет. А мы уже ему рассказываем о таких нравственных, очень сложных, на самом деле, вопросах. Потому что даже для взрослого человека ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, очень непросто дается. И сказки, кстати, в этом смысле очень сильно, ну, видимо, помогали, и мы вот с этим с вами будем разбираться, в том числе воспитательной составляющей сказок, по главным образом формированию этих архетипов. Потому что нужно от чего-то отталкиваться. Это не значит, что мы обязаны с этими архетипами жить всю жизнь, но нужно их поменять. У меня были одни образцы для подражания, теперь у меня другие образцы для подражания. Это не проблема. Проблема, когда нет этих образцов подражания. Проблема, когда нет чего отталкиваться. Вот тогда человек оказывается подвешен в вакууме, и путь его превращается на просто хождение по минному полю. Вообще ничего не понятно. Вот тот самый дремучий лес, на самом деле, где ничего не понятно, где все оказывается не тем, чем казалось. Так, что касается архетипов, но мы к ним еще сегодня вернемся. Так, ну у нас на экране сказитель, который сказку сказывает, часто поет, часто сказки сказывались под неким музыкальным аккомпанементом. Но доведу мысли до конца по поводу сказок из устных и сказок записанных. Вот в тот момент, когда сказки стали записываться, уже можно говорить о так называемых классических сказках, в отличие от архаических из устных. И, собственно, с ними мы и работаем. Потому что, ну, к большому сожалению, до нас архаические сказки практически не дошли. Ну, по той простой причине, что вот то древнее архаическое языческое общество, которое существовало на Руси, тоже уже давно не существует. Да, остались его какие-то осколки, но все равно очень сильно измененные. И поэтому приходится ориентироваться на сказку классическую, то есть уже записанную. Ну и там, в общем, открывается поле сложностей, связанных с тем, что кто записывал, при каких обстоятельствах записывали, в каком контексте записывали. Вот тот же 17-18 века, это уже была христианская Русь. И понятно, что сказки в любом случае как-то видоизменялись под влиянием социального контекста. Вот, но это один слой проблем. Но еще более базовый слой, это, перейдем к следующему слайду, собственно, выделить сказку. Выделить сказку из чего? Тоже напомню, мы об этом уже говорили в прошлый раз, что есть три главных типа такого народного фиклорного повествования. Это миф, сказка и эпос. Также исследователи много спорят, что было первым, что вторым, что третьим. Здесь есть некоторые нюансы, связанные уже с русской традицией, потому что, если мы говорим, скажем, антично, ну, говоря миф, наверное, у всех сразу всплывает древняя Греция. А Лимф, Зевс и уже с ними. Вот, и также говоря эпос, наверное, тоже всплывает древняя Греция, Гомер и сюжеты эпические, сюжеты героические, также относящиеся к этой древней греческой традиции. Но здесь тоже та же проблема, связанная с тем, что мы имеем дело с литературным вариантом. А это даже не классик, это следующий этап, потому что сначала идет архаическая форма, изумственная, потом идет классическая форма, записанная, когда уже фиксируется некий текст, некий срез текста. Мы будем говорить много о том, что вообще сказка – это живой формат, это очень важно. И сказки очень меняются в зависимости от исторического промежутка, в зависимости от географических условий. В соседних губерниях порой одна и та же сказка может значительно отличаться. Тоже «Курочки рябы» известна, ну, как минимум полтора-два десятка вариантов, порой значительно отличающихся друг от друга. Вот. И, ну, то же самое относится к мифу и эпосу. А следующий формат – это литература. Это когда уже появляется автор. Вот. И архаическая, и классическая форма сказки отличаются тем, что у нее нет автора. Это не значит, что этого автора нет вообще. И, наверное, слышали это выражение «нарадные», что, говоря о народных сказках, а точнее, говорить сказки «нарадные» в том смысле, что писались они «нарадными жрецами». Ну, наверное, слышали сейчас выражение «нарадив», «нарадивный документ», то есть в день его используют. То есть «нарадив» – это нечто, написанное жрецами и, ну, обязательное к исполнению, скажем так. Но сказка все же сохраняет и народный аспект, во всяком случае, в аспекте вариативности. И вот уникальность сказки именно в том, что она одновременно сохраняет жреческое ядро «нарадное» и вот такую народную оболочку, которая видоизменяется и подстраивается под контекст. И что задает важнейшее, еще одно важнейшее отличие сказки. Ну, мы подбираем ключики, ищем способ, как отличить сказку от несказки. Так вот, один из важнейших критериев определения сказки – это то, что она не нуждается в толковании, не нуждается в комментариях. Наверное, замечали, особенно это характерно для русских сказок, что мы рассказываем детям, там куча всяких непонятных слов, но дети как-то не задают вопросы, воспринимают как данность. Мы пробуем детям что-то рассказать на нашем современном человеческом языке, поток вопросов не прекращается. Но к сказке как будто бы вопросов нет. Удивительно, как работает это «нарадное» ядро. Оно как кодирует. Это удивительно, потому что и миф, и эпос нуждаются в расшифровке. И огромное количество книг, то есть вот у нас есть древнегреческий миф, древнегреческий эпос, ну, так скажем, такая книга, и вот такая целая библиотеки расшифровок, комментариев, интерпретаций этих книг. К сказке такого нет, и, что важно, быть не может. Поэтому, честно говоря, я всегда против того, чтобы вот сказки как-то пробились, чтобы сказки раскладывались по кирпичу. И не работали. Ну, как же организм? Если у меня стоит стол, могу его разобрать по кускам и потом собрать вместе. Он не перестанет быть столом. Но если есть некий живой объект, если есть живое дерево, скажем, я разберу его по частям, я не соберу его опять вместе. Оно умирает, когда мы делим на части. Это не значит, что в эту сторону вообще не нужно думать. Нужно. Но уходя вот в сторону такой аналитики, мы на самом деле говорим не о сказке. Вот важно, что разбирая сказку по кирпичикам, мы так не изводим ее на самом деле, потому что сказка более высокий и в историческом, и в культурном смысле род повествования, род творчества. Мы не спускаем сказку до уровня мифа. И говорим на самом деле о мифе. Вот разбирая там, что там за персонажи, кто стоял за образом Кощеря Бессмертного, за Бабой Его. Вот давайте разберем, что там были за йоги, яги и так далее. На гае, гае, и начинается. Интересно? Безусловно. Любопытно. Полезно? Ну, не очень. Потому почему? Ну, и если вы пытались с этой темой разобраться, в интернете огромное количество информации, попыток такого рода расшифровки сказок. Ну, и книги, опять же, написаны, но никто никак не может прийти к единому мнению. И оно понятно, потому что мы не говорим не о сказке, говорим о мифе. Просто важно это понимать. Сказка рассматривается целостно. Если мы будем упираться на нашего великого пропа, в виде рекламы, да, пропа, и книги пропа, мартология волшебной сказки, исторические корни волшебной сказки и русский героический эпос, то, ну, лучше ничего не написано и, наверное, не будет написано. Потому что, собственно, зачем пробовать еще написать нечто подобное, если есть проба. Вот эти книги были написаны в первой половине еще 20 века. Ну, русские героические эпосы, 50-е годы 20 века, ну, давно. Ну, вот морфология, это вообще 20-е годы, почти 100 лет назад написана книга. Так вот, если опираться на пропа, то он не то, что не призывает дробить отдельную сказку, он говорит о том, что неверно даже рассматривать отдельный сюжет сказки в окрине от всех основных сказок. Сказка – это цельное явление. Все сказки связаны между собой. Это мир такой сказочный. Соответственно, если мы возьмем даже одну отдельную сказку, учитывая всех других сказок, мы тоже ничего не поймем про сказку. Ну, вот такое явление уникальное. Заметьте, что даже по-русски мы практически не используем множественное число к слову сказка, как и счастливое. Ну, сказки. Есть такое слово. Но обычно мы применяем его, когда к современным сказкам, к мультфильмам, к книгам, которые стоят на полке. Вот там у меня стоят сказки, книги. Но сказка – это мир. Я буду пожаловать в мир сказки, мы говорим. Я имею в виду, что там, конечно, много сказок. Это не одна какая-то сказка. Много сказок. Потому что это все вместе. Это живой организм. Это власть. И мы попробуем в эту сторону. Я так сразу обозначаю. Это не значит, что мы с вами не будем говорить о расшифровках на тех же иных персонажах. Даже сегодня еще поговорим. Обязательно в конце поговорим о персонажах. Кое-что расскажу. Конечно, любопытно. Конечно, интересно. Но просто помнить, что когда мы начинаем говорить о конкретных персонажах, мы уже говорим не о сказке, а о том мифе, на основе которого, как на фундаменте, строится сказка. А это обязательно. Потому что миф есть фундамент. Миф есть нечто, из чего мы исходим. И поэтому сказка, создающаяся в некоем культурном контексте, логически вырастает из мифа. И поэтому сказка не расшифровывает. Ни в одной сказке вы не найдете расшифровки этих самых персонажей. Того же Кощея, Бабы Яги. Да, что сразу создает такое ощущение сакральной гадочности, что вот, значит, нам нужно расшифровать. Сказка не ставит такой задачи. Если бы это было важно, это было бы в сказке. Сказка не пишет. Ну, во-первых, не пишет, потому что носителям традиции это было очевидно. И не нужно объяснять. Так же, как и мы друг другу очень многое не объясняем, то, что является очевидным, естественным само по себе. Но, да, есть у нас такая проблема, что русский миф не сохранился, к великому сожалению. Вот как-то древнегреческий, ну, в общем-то, и древнегреческий, я уже про это говорил, сохранился в литературном варианте, который вполне может быть очень-очень далек от классического или тем более археического варианта, то есть той формы мифа, исходя из которой реально люди жили. Вот, ну, литература есть литература. Вот, ну, а русского не сохранилось даже в литературном виде. Есть обрывочная информация, да, где-то в каких-то летописях, в каких-то сказаниях, а также в сказках мы обнаруживаем обрывки, пытаемся из них собрать целую картину. Ну, процесс идет не безболезненно, но может быть. Так, ну, это вот такое введение получилось. Сейчас я загляну в чат, если там вопросы по этой части. Мария пишет, что современный мир сказок это как киновселенная безусловно. Кстати, вот про кино вы очень хорошо, хорошо очень отметили. Я вижу наши слайды, которые будут впереди. У нас буквально через два слайда у нас слайд по-своему кино. Здорово, да, что вы это подметили. Ну, сейчас все-таки потерпите, пожалуйста, пять минут. Обязательная часть. Обязательная часть. Я должен вам рассказать про тот курс, который у нас стартует, собственно, посвященный рассказу. Я не люблю заниматься рекламой, не люблю навязывать что-то, да, ни в коем случае не навязываю, но расскажу, что будет на курсе. Расшифрую вот эти обозначения, которые нужно видеть у нас на сайте. Курс стартует 21 сентября, вот ровно через день осеннего короноденствия. Самый, в этом смысле, волшебный, самый сказочный день, еще как в годах дремучие. У нас будет шесть встреч, шесть живых эфиров. Примерно как мы сейчас общаемся, но я буду стараться, чтобы было больше живого. Я буду... О, появилась кнопка. Обратите внимание, внизу, видите, есть кнопочка, если подробнее почитать, там очень информации про курс. В общем, будем общаться, и мы уже общаемся к слову, к слову сейчас тоже, в рабочем формате обращения к тем, кто уже подключился к курсу. Имейте в виду, что этот вебинар для вас это уже введение в курс. Мы уже его обсудим, и если у вас будут возникать какие-то мысли, вопросы по тому, что я сегодня буду рассказывать, пишите в чате. Продолжим обсуждать. Так, все, мы уже с вами вступаем. Вступаем вот на прямую чрез одной ногой. Так, хорошо. Про это сказал. Шесть занятий. Что там будет? Вот видите эти помечания. Почему, зачем, как? Что это значит? Это значит, что сам курс я постарался спормировать таким образом, чтобы это тоже была сказка. Но нельзя говорить о сказке не через сказку. Мы погружаемся в процесс, и курс он тоже в некотором роде будет сказочным, с теми шагами, этапами, которые обязательно проходят герои в этом пути. Вообще, это вопросы фундаментальнейшие. Если вы замечали, как растет любое наше чадо, оно проходит через эти вопросы. Значит, сначала фаза «почемучки». Да, вот почему это? Почему это? Причина. И первые два занятия будут посвящены причине. Как мы здесь оказались? Как мы, простите, до такой жизни докатились? Ну, курс не фольклористический, не про фольклор, но не про народное творчество. Мы все-таки про психологию, мы все-таки про пользу, про пользу для нас в повседневной жизни. Повторюсь, всякого любопытного и интересненького в интернете пруд-пруди. Просто можно убить, расшифровка персонажей русских сказок и не выкопаться. Любопытно, но не очень полезно. Ну, ладно, почитали про разные гипотезы, так и не узнали, какая из них истинная, ну и все, и пошли дальше. Сказку как не понимали, так и не понимали. Поэтому на курсе мы больше про смысл будем говорить. Зачем, для чего, что нам, чему нас сказка учит, может научить. И, наверное, что еще более важно, чему уже научила наша сказка. Потому что мы с вами, да, и этот первый блок, почему, если мы такие, как мы есть, русские люди, я готов это утверждать, мы такие во многом, именно потому, что выросли на русской сказке. Не обязательно нам ее рассказывали, может быть, мы читали. Мы во всяком случае слышали на этих образах, на богатырях, на Емеле, вообще бессмертно, Змея Горьевича, так и все. Вот и сложило тот фундамент, базис, на котором мы выросли как лично. Ну невозможно. Невозможно разобраться ни в чем, не разобравшись в причинах. Почему, первый блок. Второй блок, зачем? Это уже подростковый возраст развития личности. Подростки мучают нас вопросами, зачем, зачем ходить в школу, зачем мне это учить. мне это никогда не пригодится, говорит наш любимый отчет. Ну и поговорим об этом. Отвечая на вопрос, зачем, у нас открываются два принципиально важных направления. Первое направление – это смыслы, второе направление – ценности. Разное. Разберем и то, и другое. А в чем смысл и какова ценность? То есть цели, смыслы, ценности разберемся и в терминологии, в словах. И как, ну конечно же, все будет в контексте, опять же, русской сказки, будем обладать, как нам сказка может в этом помочь. Ведь заметьте, что психология появилась сто лет назад и до сих пор толком не сформировалась. Но люди жили многие века и тысячелетия. И, ну конечно, мы можем судить только по косвенным признакам. Но как будто бы, как будто бы общение и коммуникация давались им проще, чем нам сейчас. Мы сейчас такие все умные, такие все в психологии разбираемся. Психотерапевтов в пруд в груди, но счастливее мы не стали. И легче коммуникация нам даваться не стала. А может быть действительно стоит тогда обратиться к сказке. Во втором мы только поговорим о смыслах и о ценностях. Ну, собственно, те самые главные русские вопросы жить и быть. Напомните, что по-русски можно не только жить, но и быть. А можно жить, но и не быть. Можно быть, но и не жить. Можно жить, быть. Вот жить – это как раз о смыслах. Ради чего мне жить? В чем смысл жизни задается всем вопросом? А что касается быть, быть и я, ради чего? Ну, ради реализации наших ценностей каких-то. То есть смысл – они глобальные, ценности – они лично мои. Важно, чтобы было и то, и другое. И тогда действительно мы можем жить – быть. Так, Валентина говорит тихо. Друзья, только Валентине тихо или всем тихо? Ну, пока оставлю чат, буду говорить дальше. Ну и, наконец, третий блок. Третий блок – как? Вот это уже уровень взрослого человека. Мы разобрались с причинами. Мы не задаемся вопросом, почему. Разобрались с целями и смыслами. Виктория пишет. Все отлично, друзья. Теория Виктория. Ну и, наконец, взрослый. Собственно, как мы определяем, что перед нами взрослый человек? Сейчас очень много как называют инфантилизацией общества. Когда человек выглядит взрослым, не являясь взрослым с точки зрения развития аптеки. Вот как мы определяем, каким признаком именно по этому? Что человек не разобрался еще с причинами и смыслами. Вот он еще ищет это, может всю жизнь искать. Но разобравшись, возникает самый главный вопрос. По итогу. А как? Как сделать то, что я хочу? Как проявиться в этом мире? Как реализовать эти свои смыслы и свои ценности? И так далее. Так, ну, в чате спор насчет звука. Громко, не громко. Ну, друзья, не буду менять громкость со своей стороны, потому что будет потом неудобно слушать в записи. Сделайте, пожалуйста, громче на своих устройствах. Я думаю, что в записи будет хорошо. Так, есть вопрос, чем отличается эпос от мифа и сказки. Сейчас к этому придем. Мне всегда нравится, когда вопросы предвосхищают, о чем мы будем говорить, значит, что истово у нас есть логика. Так, так, так. Звук хороший. Все, друзья, идем дальше. Ну, вот, собственно, в третьем блоке мы поговорим о том, как. Ну, собственно, инструменты и, опять же, как сказка нас этому учит. Будет два блока. Первый блок, ну, по сказкам. Самая, наверное, популярная и любимая нами сказки. Сказки, посвященные дому и семье. Такие бытовые сказки. И сказки, посвященные преображению, превращению. В древний чудес уходит дурак, возвращаются цари. Наверное, каждому из нас хотелось бы преобразиться, хотелось бы стать достойным на руки условной принцессы. То есть мы понимаем, что принцесса это метафора, это образ силы, которую приобретает наш герой. Эти полцарства в придачу это тоже метафора, конечно же. Ну, сейчас с точки зрения и языком современной психологии мы могли бы сказать о подсознании. Полцарство это подсознательная часть, которую вот герой получает возможность контролировать. А что такое подсознание? А это есть энергия. Ну, тоже не столько такое очень хорошее русское и знакомое всем выражение без царя в голове. Вот, собственно, чем занимается наш сказочный герой в этих магических сказках? Формирует этого царя в голове. Сам становится царем, царевич уже. И вот получает контроль над царством. Хорошо. так, 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 так. Там технические вопросы решают в чате. Ну, вот, обязательная часть. Все, выдержали. Знал, что должен был рассказать. А идем дальше. Идем дальше. уже вот то, что я гораздо больше люблю. Вот просто сказка. Итак, сказка. Ну, рассмотрели первые сложности, но в чате очень верно спросили про кино. Но на самом деле не только кино. На самом деле и литература, и театр, и живопись, и кино. Это тоже жанры, новые жанры, ну, и театры давно возникли, и театры давно. Но жанры, которые наслаиваются на то, о чем мы с вами говорим. Наслаиваются в одну сторону понятно, когда проявляют те или иные мифические или сказочные или эпические сюжеты. Ну, помню, то есть театр так когда-то зародился. Берем эпос, переносим его на сцену. Вот вам театральная постановка. Этому же посвящена была первая живопись, а этому же посвящена была, видимо, первая литература. Ну, кино уже, первое кино было посвящено железнодорожному транспорту. Вот. Ну, но теперь что происходит? Теперь происходит очень любопытная метаморфоза, когда не эти жанры отражают как в зеркале миф или сказку, а они сами создают такое состояние. И уже невозможно понять, а что первично. Ну, вот, пример, 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 следующий слайд, знаменитая картина. Иван Крозный убивает своего сына. Наверное, сложно найти человека, который бы эту картину не видел. Но замечали ли вы вот по себе, как этот образ формирует наше представление конкретных исторических слов. И вот формируется миф. Заметьте, что миф не значит ложь. Сейчас мы к этому придем, тоже забегая чуть вперед, скажу, что миф не есть ложь. Ложь – это сказка. Она об этом заявляет прямо. Сказка – ложь. Миф ни в коем случае. Миф напомнит тот фундамент, та основа, из которой мы исходим. Грубо говоря, для носителя традиции нет ничего более реального, чем миф. Как ни парадоксально. Почему мы привыкли читать миф чем-то фантастическим, чем-то крайне далеким от реальности? Потому что миф оцениваем с точки зрения тех, кто переступили через этот миф. В принципе, этот образ нам подарила эпоха просвещения, которая так свысока смотрела уже на античный миф, как на некий архаизм, как на что-то такое древнее и дремучее. Но для носителей этой традиции оно совершенно не было, естественно, ни древним, ни дремучим, а было просто отражением реальности. Он просто так действовал. Не нуждается в доказательстве, аксиома. А из нее мы уже исходим. Так вот, есть движение в одну сторону, есть движение в обратную сторону, когда некий образ литературный, художественный начинает уже сам формировать миф. К сожалению, это же большая проблема и для многих исследователей, которые, изучая миф, на каком-то этапе сами превращаются в мифотворство. Из мифологов исследовать мифы, они должны быть беспристрастными, но очень сложно. И вот я сейчас говорю, эмоции распираю, наверное, чувствуете, очень сложно быть беспристрастным, когда мы говорим о чем-то настолько английском важном и любимом. Очень хочется, очень хочется русским мифологам обнаружить этот истинный древнерусский неславянский, языческий миф. Время восстановить во второвознанном виде очень хочется. А когда очень хочется, очень сложно оказывается не принимать желаемое за действительное. И очень многие мифологи превращаются в мифотворцев, создающих миф, и потом тем самым лишь усложняя задачу последующим поколениям исследователей. Ну, картина, например. Можно привести другие примеры из литературы, всем знакомые. Закройте глаза условно и представьте себе войну 1812 года. Вам кажется, что вы представляете себе какую-то войну, Наполеон, Кутузов? Ну, на самом деле вы, ну, я готов поручиться на 99%, что то, что вы себе представляете, это есть книга Толстого «Война и мир». Вот эти образы. Ну, два таких у нас есть источника образности. Это война и мир Толстого и Бородино Лермонтова. Учитыв детство, скажет, как дядя, да, воспаленная пожаром. И вот формируется что? Формируется некая картина мира, из которой мы исходим как из данности. Как будто воображение. Ну, будем говорить и про устройство мозга, конечно, чтобы не обсуждали, не получается эту тему обойти. Нужно понимать, это же инструментарий. Мы же чем пытаемся разобраться мозгом? Прежде чем приступить к работе с молотком, хорошо бы объяснить, как этот молоток устроит. Так же и у нас. если наш инструмент есть наш ум, ну, хорошо будет тоже понимать, как этот ум устроен. А наш ум устроен таким образом, что он сидит там в темной черепной коротке и очень условно различает, что есть реальность, а что есть выдумка. И если нечто очень ярко себе представить и подпитать эмоциями для нашего мозга, для нашей эмоциональной атоматической системы, никакого никакого разницы. Воспринять это все за чутерманиту, подкрепив гормонально и закрепив там у себя в памяти, как нечто, ну, как будто бы мы видели это своими глазами. И без труда можно убедиться, попробовав поучаствовать в тех или иных интернет-баталиях околоисторических, как люди отстаивают, как люди отстаивают эту точку. Зависит гипотеза, да, то есть, в принципе, все, что мы не видели своими глазами, все, что мы можем подтвердить экспериментально и эмпирически, есть гипотеза. Теория, то есть Эйнштейн говорил, теория относительности. Ее невозможно доказать. Но прошло время и уже она воспринимается как истина. Это и есть миф. И мы в прошлый раз об этом говорили, о том, что очень большим заблуждением будет считать, что современный человек в меньшей степени подвержен влиянию мифа, нежели человек в анархаичном интерьере. Мифы меняются, но суть нашего восприятия не меняется. Нам все равно нужно нечто само собой разумеющееся, нечто бесформное, и мы от этого отталкиваемся и защищаем потом как просто истинную последнюю инстанцию, как то, что вы видели своими собственными глазами. Ну, еще пример любопытный в другую сторону. Вот сейчас я вам рассказывал, я вернусь к предыдущему слайду, сейчас я вам рассказывал о том, как выявить литературу в сказке, но есть и обратная сторона, как выявить сказку в литературе. Например, вот есть такая повесть «Станционный смотритель» Пушкин. Ну, кто-то читал, кто-то не читал, наверное, большинство не читали. В общем-то, повесть упоминается в школьной программе в контексте вот этой темы маленького человека. Помните, наверное, в школьной программе был такой блок «История маленького человека». А в конце разные авторы и от Пушкина была повесть «Станционный смотритель». Ничего интересного. Вот какой-то мужичок тщедушный живет там на станции и дочь уезжает от него. в столицу. Ну, и он в итоге спивается и умирает. Ну, ничего интересного. Как будто бы, да? Но зовут этого персонажа Самсон Юлимин. Я специально это написал. И вряд ли кто-то в школе задумывался. Ну, я точно не задумывался об этом имени. Но, к сожалению, плохо знаем миф. Русский миф не сохранился. Но даже те мифы, которые сохранились, в частности, античный миф, евно-греческий миф, мы тоже знаем очень плохо. Мы читаем сейчас. Ну, если читаем в кратком содержании. Так вот, а если бы мы читали, да, или если бы в этом разбирались учителя литературы, которые нам это объясняли, то они бы заметили, что у персонажа очень специфическая имя для начала Самсон. Да? кто такой Самсон? Тот самый мифический персонаж, который отразился и в библиейских текстах. Ну, помните, наверное, картину «Самсон, разрывающий пасть, льва». Есть фонтан такой, Петергофе. Самсон. Практически, ну, почти бессмертный. Знаете, что любопытно, сила его была, напомню, в волосах. Для того, чтобы лишить его силы, его нужно было остричь. Ну, и любопытно, как-то через всю историю Самсона идет тема смерти. Тема смерти, да, и как это, цитату дословно не вспомню, но суть такова, что Самсон в момент своей смерти унес с собой больше жизни, нежели пока был жив. Ключевой момент повествования у Самсона это момент его, ну, когда он погибает. там он разрушает вместе с собой сооружение, там, храм, здание, вот все там сыплется, то есть его заваливает осколками, но и заваливает огромное количество врагов. Скажем так, я заинтригую, чтобы, знаете, не спойлерить, как сейчас говорят, да, чтобы вам было интересно прочитать, но коли на то возникнет жевание. Вот Самсон, вот он, героем взрывающей пасть льва, а тут станционный сног. Пушкин ничего не пишет просто так, да, мы просто помним, что Пушкин, Пушкин гений, на минуточку, да, не просто так мы об этом говорим. Так, сейчас я загляну, что сообщение, что у меня изображено на футболке, что-то, знаете, чтобы не интригой, у меня тут волк. Да, ну, сам не люблю, когда что-то чуть-чуть видно и невозможно рассмотреть целиком. Так вот, Самсон, любопытно, да, Пушкин? Просто помню, что это Пушкин, это не какой-нибудь современный автор, не какой-нибудь современный автор, который нужен для красного словца или просто по незнанию, Самсон. Дальше фамилия, Вырин. Тут сложнее, тут сложнее, но, наверное, если интересовались языческой традицией, слышали в такой понятии, как Ирий, Вырий, Вирий, русское название загробного мира. Иногда так называют рай, иногда просто загробный мир, мир предков, Ирий. К слову, Ирина имеет к этому непосредственное отношение. Ири. Так вот, Вырин, вот как бы с этим связано. Вообще, есть мнение, я не уверен, буду помечать, что есть мнение, что это и есть мифологическое, одно из мифологических имен самого Кащея. То есть, Каще, он же царь загробного мира. Так вот, мифологически его звали Вырий. Вырий, то есть, Владыка, Владыка царства мертвых. Ну, такое отражение Аида. И опять же, можно много спорить, кто чье отражение. Кащея отражение Аида или Аид отражение Кащея. тоже огромное количество есть споров и сомнений по самому античных тоже повествований в плане датировок. Мы же руководствуемся материальными носителями. Когда она там писалась, в общем, большой вопрос. Любопытно. Да, вот у нас стационарный смартфер, такой тщедушнейший человек, у него имя мифологическое и фамилия мифологические. Так вот, если мы посмотрим через эту призму, через глупую мы посмотрим на этот же сюжет, то мы увидим и вспомним, наверное, что где-то, может быть, вы слышали такой сказочный сюжет, связанный с тем, что у Кащея была дочь. Ну, это встречается не только в этом сюжете и в других Василиса. Василиса, она премудрая. Василиса, как правило, она премудрая, она дочь Кащея. Эта информация упоминается в некоторых вариантах сказки о царевне лягушке. Собственно, почему она стала лягушкой? Потому что отцу не понравилось, что она сильно умная. То есть, он это вот умнее батьки своего, он ее в лягушку и превратился. Ну, самый дурный. Вот. Но просто помечаем у меня виду, что вот Василиса. Но, опять же, если мы, разбираемся, мы не думаем, что есть люди, которые прямо разбираются. Ну, просто по той же причине, о которой я уже говорил, мы руководствуемся косвенными признаками и литературными носителями. Ну, исходя из того, что даже имеется, наверное, вы слышали такое, именно как Василиск, тоже такое мифологическое существо, такой змей из классической античной мифологии, да, Василиск змей, да, и тут у нас как бы Василиск, Василиса, так интересно, Василиса как женский вариант имени Василиска. Потом мы вспоминаем, что в некоторых сюжетах упоминается, что у Каще и жена была. Хотя, кстати говоря, о сказке, это вовсе не обязательно. Если мы помним, что речь идет об ином мире, то там для появления детей не обязательно чтобы была пара. Они просто появляются. Вот в некоторых сюжетах упоминается, что у Каще и жена была, это жена змея. Ну, змея подколодная, вот она там тоже. Ну, собственно, вот Каще и змея, вот у них дочь Василиса, Василиса премудрая. И так вот, есть сюжет, есть сюжет сказочный, кстати, есть мнение, опять же, что его для нас сохранили тоже именно о том, что Каще не хотел, чтобы Василиса выходила замуж. Было условие, что она сможет выйти замуж только, когда Каще умрет. А умереть он не может, он бессмертный Каще. Вот, но в итоге появляется добрый молодец и Василиса хочет с ним все-таки обручиться, а Каще не дает. И вот они задумывают, задумывают пакость, мягко говоря, пакость, извести не случившегося в тесте нашего главного героя. Не случившегося, потому что извести его нужно до свадьбы. Если не извести, то свадьбы не будет. Ну и вот Василиса собственно разными ухищрениями и выведывает своего отца у Кащея, где его смертушка и хранится. почему-то важно с точки зрения исследования сказки, потому что мы могли бы задаться вопросом, собственно, а откуда те или иные лесные персонажи знают, где хранится смерть Кащея. То есть мы же не можем себе представить, что Кащея ходит по дремучему лесу и всем рассказывает, знаете, где моя смерточка, вот там на острове, там дерево, там сундук, сундукетом заяц, мудка, если он никому про это не рассказывает, а глупо было бы с его точки зрения рассказывать, откуда герой об этом узнает, откуда вообще эта информация появилась вот вообще в поле, да, откуда. А тут мы понимаем, что если уж Кащей кому-то мог рассказать, с кем-то мог поделиться этой самой важной для него информацией, конечно, с родной дочерью. И вот Василиса эту информацию выведывает, в том числе для нас, для всех. Вот выведывает, ну и в чем хорошем для Кащей, ну и все, оно решает. И вот если мы берем этот сюжет и накладываем на него сюжет станционного смотрителя, то удивительным образом обнаруживаем, что это же просто кайф. Просто мы не привыкли на Каще смотреть вот так. Но ведь Кащей, одна из версий объясняющих слово Кащей это пленник с тюркских языков, в общем-то упоминается в слову о полку Игоря, это коннотация значения этого слова Кащей как пленник. И действительно во многих сказках он предстает пленником, закованным в цепи. Так вот, если мы представим этого, бедное, бедное это существо, которое где-то там закованное, где-то в подземном царстве. И действительно лень, действительно как-то жалко его даже становится. И вот с этой точки зрения, если посмотреть на него вот так, единственная дочь и то решила его извести ради какого-то кавалера, ну, оставьте себя на место в бедное Каще. Ну, любопытно, правда? Как минимум любопытно. Вот это и есть про смысл, про смыслы, которые закладываются. И на самом деле, если мы посмотрим на множество вариантов сказок, а сказка в общем и хороша для исследователя тем, что есть много вариантов, мы можем подвести такой общий знаменатель, что к чему сказка относится вольно, а к чему вольно не относится. И можем предположить, что вот там, где вольности возможны, это народная часть, чтобы народ мог как-то отстраивать сказку под реалии времени, а есть неизменная часть. Ну, взять ту же курочку рябу, пара десятков вариантов сказки, но сама идея про яйцо золотое, яйцо простое, кстати, вообще про курочку рябу, тоже вряд ли многие задумывались, насколько вообще бредовое событие происходит, вообще масштаб бреда. Ну, вот представьте, что ваша курочка снесла вам натурально золотое яйцо. Какие у вас идеи возникнут в связи с этим мужиком? Продать его, в ломбард отнести, на экспертизу позвонить журналистам, но точно не разбивать его, ну, точно не разбивать. Дед, баба, николаш, мать, и еще так прямо расстраиваются, что у них не получается разбить это яйцо, очень стараются, а потом мышка бежит, хвостико махнуло, яйцо упало и разбилось. Что происходит дальше? Дед с бабой радуются, но они же хотели разбить, вот яйцо разбитое. Пожалуйста, радуйтесь, нет, не плачут. Дед плачет, баба плачет, ну, там, на самом деле, в полных вариантах этой сказки, там дальше начинается просто откровенная чертовщина, там и поп с попадией с ума сходят, там и птицы на землю бьются, в мире наступает просто апокалипсис, до тех пор, пока, до тех пор, пока плачет, не сможет любое яйцо, да, вот, абсурд, в этом и есть суть сказки, да, вот в ее, в том числе, абсурдность, и сказка ложь, но на фоне этой лжи, на фоне этой лжи, и проявляется, ну, такая жизненная правда, и вот отвечая на вопрос собственно, а как нам отличить сказку от всех прочих видов творчества, фольклора, это самый простой ответ, что сказка есть ложь, она заявляет об этом, ни миф, ни миф, ни эпос не заявляют о том, что ни в коем случае, ну, то есть и миф, и эпос не могут быть ложными по определению, они претендуют, ну, как минимум, на правдивость, сказка же сразу говорит, что сказка есть ложь, но добру молодцу урок, почему, потому что вот фон создается, потому что, ну, сейчас об этом чуть позже, вот, да, курочка ряда, ну, и там дальше огромное количество вариантов толкования этого сюжета, связанных, ну, есть много уроков, существует такая легенда, легенда о том, что каждый народная сказка имеет семь уровней толкования, семь ключей расшифровки, ну, на самом деле, почему я говорю легенда, потому что попытки восстановить эти семь уровней, ну, зачастую, напоминают, крайне говоря, высасывание из пальца, вот лишь бы семь было, ну, а главное, что, когда мы пытаемся вот разобрать сказку множеством способов, то происходит вот то самое смещение в сторону мифа, на самом деле, мы расшифровываем уже не сказку, а тот миф, который стоял в основе сказки, а сказка, вот она, вот такая вот, вот, ну, и вот пурочка ряба, поэтому есть вариант толкования, что это, что это трудовой день, да, что вот они трудились, ну, как бы золотое яичко, очевидно, солнце, пурочка, пурочка ряба, это рябь на рассветном небе, это вот почти наверняка можно утверждать, что во всех вариантах, почему она именно ряба, вот рябь на небе перед рассветом, является такая характерная, такая форма, даже напоминающая курочку, присевшую на горизонт, вот эта курочка сносит золотое яичко, солнце, и вот там, а солнце начинает свой путь по небосводам, ну, и что, а солнце встало, нужно бить, нужно трудиться, да, и вот это, вот дед бил, бил, день-то никак не заканчивается, баба била, била, день-то никак не заканчивается, а мышка прибежала, про мышку нужно долго объяснять, почему именно мышка, ну, упрощенно, скажем так, что мышка вообще связана с темнотой, мыши, это ночные животные, они вот, когда солнце, они не бегают, они прячутся в ногах, поэтому мышка прибежала, в том числе, потому что стало темнеть, вот она уже, началось меркаться, и вот мышка прибежала, хвостиком махнула, яичка упала, куда она упала, на горизонт она упала, это яичко, и разбилось, все, наступила ночь, ну вот, наступила ночь, и вот тут-то начинается чертовщина, да, то, что творится, там, птицы кричат, там, попадя, тесто роняет, в общем, да, дед плачет, баба плачет, ужас, что происходит, ну, страшно, да, заваливались до горизонта, солнце нет, ну, деда приходит на выручку, успокаивает, говорит, не плачь дед, не плачь баба, с другим другое яичко, не золотой, а простое, ну, опять же, в самом таком очевидном толковании, простое, по-русски это серое, простое, никакой серый цвет, ну, ну, это, конечно, луна, которая появляется на небе, вместо солнца, да, и вот, дед рад, баба рада, все рады, ну, вот такой вариант, да, есть, и есть варианты толкования, более простые, более, детского уровня, есть более сложные, там, вплоть до, вообще, космогонии, создания мира, то есть, в принципе, ну, яйцо, яйцо, это вообще такой, всегда атрибут создания мира, мир произошел, такой, из мирового яйца, мы встречаем в очень-очень многих мифологиях, и вот этот вопрос, да, и вот этот вопрос, помните, тоже такая загадка без разгадки, что было раньше, курица или яйцо, и вот в этой сказке, эта загадка, загадывается без труда, и главная тема, вообще, мифологии, любого народа, это вопрос появления живого, из неживого, в принципе, вот, ну, вопрос лежит на поверхности, что, если жизнь существует, значит, ее когда-то не было жизнью, но был неживой мир, вот, и вот как из неживого случилось живое, разные мифы объясняют аппарат, ну, и, собственно, почему, почему в сказках, ну, опять же, насколько мы можем судить о причинах, видимо, да, ну, давайте так, в чем, в чем сила сказки, обладающая вот этой многоуровневостью, многослойностью, как матрешка, в том, что сказка оказывается интересна для всех, сколько раз нужно рассказать курочку, ряку, двух-трех-трехлетнему ребенку, может быть, тысячу раз, мне мама рассказывала, что я не засыпал, пока раз десять эту сказку не послушаю, так, в перемешку еще с репкой, ну, кстати, репка, раз уж, немножко про расшифровки, репка проще, в этом смысле, да, тут как бы считывается такой семейный аспект, но вообще, эта сказка относится к заговорным сказкам, ну, вообще на вырывание молочного зуба, но тут, опять же, мы можем, можем немножко вскрыть миф, и увидеть связь репки с зубами, например, ну, форма, очевидно, да, такой, какой-то заостренный в земле, тошнит, как у зубов, но, разобравшись с тем, допустив себе, что репка есть, а некая мистическая такая калька, аллегория на зубы, то через это нам становится понятно, допустим, такое выражение «бросить в камень в огород», вот когда провокация конфликта, в чем тут огород, почему не в хлев, почему не в курятник, ну, казалось бы, но в огород, наверное, самое безобидное, куда сосед может камень бросить, если хочет соседу своим насолить, именно в огород, в огороде, где растут эти корнеплоды, зубы дракона, начинаем скалить друг на друга. Дмитрий пишет, что сейчас ушла традиция сказки читать детям перед сном, ну, увы, увы, и, ну, может быть, в том числе благодаря тому, что на самом деле, а ведь в поле возникает запрос, я, в общем, не думаю, что это вот прямо, вот мне пришла в голову идея, ну, нам, вот в академии, мы посидели, подумали, если мы говорим, почему-то русском, нельзя говорить о русскости, говоря о русской сказке. Ну, забегая вперед, скажу, почему это так, потому что из всех трех этих видов повествования именно сказка является наиболее национализированной, наиболее отличной. мифы все очень похожи, да, и очень многим исследователям русского мифа очень прям хочется отстраниться, хочется отделить русский миф от всех прочих систем мифологических. но, может быть, к сожалению, для них, но существует довольно много исследований, очень серьезных и глубоких исследований, ну, конечно, можно вспомнить гениального Фрейзера, его «Золотую ветвь», где он, в общем, показал, что, да, некоторые различия есть, но по своей сути мифы самых разных народов, ну, очень похожи, но это и здорово, потому что мы все люди, и сейчас в современном мире большая проблема найти общий язык, но вот миф и позволяет это. К слову, есть мнение, что именно знание мифа и позволило в свое время Александру Македонскому захватить такую колоссальную территорию, да, потому что к этому времени существовала уже, существовала уже классическая древнегреческая философия, так классическая, значит, написанная, не литературная еще, но уже написанная, зафиксированная. И благодаря тому, что была сформирована эта философия, это древнегреческий миф, его, как некую кальку, можно было накладывать уже на любую нацию, на любой народ, будь то Нижний Восток или Дальний Восток, его Александр Македонский, очевидно, и доказал. То есть миф – это то, что позволяет найти общий язык. Ну, крайне важно, сейчас большая проблема с этим. А вот сказка, кстати, как и эпос, эпосы тоже похожи. Ну, там нужно различать, есть эпосы архаические, связанные с тем, что герой борется, опять же, с мифологическими существами. Ну, вспомните там подвиги Геракла, самые типичные. В этом смысле задача эпоса, задача герой борется в том, чтобы очистить человеческий мир от пережитков древнего хаоса. Есть идея о том, что был хаос, и в этом хаосе появлялись самые разные, такие хтонические, очень странные существа. Существа, которым нет места в мире, в мире выстроенном, в мире системном, в мире человека. И вот задача героя эпоса, архаического эпоса, заключалась именно в том, чтобы очистить мир, уничтожить всех этих пережитков. Ну, как? Не обязательно прямо убить, отправить вот этот в тартер, куда-то в небытие. А более позднее... Ну, к слову, этот эпос в русском варианте тоже, в общем-то, не сохранился. А то, что мы имеем в виде русской милины, это уже позднее появление эпоса, связанное уже с... с человеческими врагами. Все уже разобрались с первородным хаосом, его больше нет. Ну, появились другие враги, появились всякие печеняги, литовцы и так далее. Да, и вот наш герой, наш богатырь борется уже с зимними врагами. Дмитрий пишет, как и с религиями, схожестей крайне много. Ну, да, потому что религия это, в общем, тоже миф, честно говоря. Как бы, религиозные деятели любят так отстранять себя, говоря, что миф это вот такое, это язычество, а религия это вот что-то мифое. Ну, дальше всех в этом ушел, конечно, ислам. В прошлый раз говорили про ислам уже, по-моему, если я не путаю, касаемо того, что в исламе есть идея откровения, что вот бог лично где Аллаха, вот пророку дал это знание, и это вообще оно нечеловеческое, и поэтому вот к мифологии отношения не имеет. Ну, в общем, если нечто апеллирует понятием веры, вы должны просто поверить. Ну, значит, речь идет о мифе. Мы помним, что это не знаю, я поставил перед собой, может быть, очень амбициозную задачу, а очистить миф от такого значения, от такой коннотации вот чего-то совершенно ложного. Это не так. Ложный нам воспринимается миф иных народов. Чужой миф нам воспринимает, для нас воспринимается ложным, а свой миф мы воспринимаем за чистую ману. Важно просто отвечать. Вот опять по сказку Теремок, да, ну, бесконечно можно про сказки. Ну, самое простое объяснение Теремка, чтобы не застрелять. Вопрос подключал, прошу вас, ну, не задавать такие вопросы, мне очень сложно на них не отвечать. Я вижу, крайне глаза в чате подмывают поговорить об этом. Но если мы начнем разбирать все сказки, мы просто никогда не сдвинемся с места. Нам важно все-таки общее ядро. Ну, в самом таком понятном детском варианте сказка Теремок про рассчитывание своих сил, да, то есть, чтобы не взваливать на себя слишком много. И даже в добрых делах можно переборщить, ну, просто всем будет плохо, да, ведь Теремка. То есть, вот, хорошая идея, да, и, ну, опять же, такая понятная, ну, как бы, религиозная идея, да, как и все религиозные, они, наверное, очень древние, что благими намерениями вымощена дорога в ад, полнотно верно. Вот сказка Теремок об этом. То есть, сказка Теремок объясняет на понятном языке, что такое благими намерениями вымощена дорога в ад, в том числе. Вот. Ну, и про то, что в современной психологии может называться, знаете, короной спасателя. Сейчас очень много людей таких спасателей. Вот, нужно догнать и причинить добро. Ну, как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Ну, так как это тоже сказка, так же, как и Кулачка-ляба, так же, как и Репка, они, имея вот эти несколько слоев, они позволяют сохранить интересности для взрослого. И, когда нам приходится сотни, тысячи раз пересказывать детям одни и те же сказки, ну, это не воспринимается как пыль. Ну, какой-то интерес в этом есть. Это любопытно. Вот это именно про сакральную, про народную составляющую, про то, что невозможно сделать. За последние сто лет было огромное количество авторов, которые пробовали сделать литературную сказку, обладающую той же силой, которой обладала сказка народная, народная. Ну, Пушкина не будем вспоминать, да, вот, ну, хотя, да, это и Пушкина, это и... Вот у Пушкина получилось, у Толстого Алексея получилось, вот, с другими как-то все хуже обстоит. Но, так вот, если это обобщать, можно вспомнить там Льюиса Кэрролла, в таком западном варианте, у него тоже получилось. Так вот, есть идея о том, что те, у кого получилось, у них получилось именно потому, что они использовали это ядро древнее. Просто они имели доступ к древним сакральным текстам и брали эти древние... Братья Гримм, в общем-то, почти не скрывали о том, что они свои тексты черпают из древних источников, доступных для масонов. Они были масонами, в общем, имели доступ к древним текстам, адаптировали их в современный лав. Пушкин, в общем, тоже об этом и говорил, о том, что он был источник этих сведений. А вот просто взять, даже будучи гением, обладая гением даже Пушкина, вот невозможно, не получается. Взять и это будет родить. Ну, есть утраченная жреческая составляющая. Да, вот Дмитрий пишет, что интересно, что сказки не надоедает рассказывать. А детям, к сожалению, не надоедает их слушать. А в общем, сказка ложь. Есть. Есть. Идем дальше. А что же тогда миф и эпос? Ну, не ложь. Тогда что? Ну, миф, миф претендует на звание истины. Ну, я вот, собственно, то, о чем я вам и говорю. Это есть нечто незабываемое, есть нечто бесспорное. Ну, это, по-русски говоря, есть истина. Хотя звучит, как парадокс, такой аксиомарон. Миф есть истина. Ну, в том-то и дело. Потому что антиистинное нам кажется чужой миф. Это тот миф, который мы уже переросли. А тот миф, в котором мы живем, мы даже не задумываемся о том, что это миф. Поэтому, говоря о мифологии, в общем-то, это жанр, который родился очень недавно. Мы говорим, что вроде бы древнегреческий миф, но, собственно, о мифологии заговорили гораздо позже. Вот, опять же, в эпоху просвещения заговорили о мифологии. Потому что именно в этот момент, когда мы переступили через архаический миф, вот этот миф превратился в миф. А до этого это просто было реальность. Ну, отражение реальности, не более того. Собственно, никто же не называл мифом точку зрения, что Земля плоская. Факт. Так и есть. А потом мы узнали какую-то иную точку зрения, и предыдущая превратилась в миф. То есть на каждом этапе миф является истиной. Что, кстати, это приоткрывает нам дорогу к пониманию и самого понятия истины. Что истина не бывает неизыблема. Исторически истина, и может быть человеческая истина. Опять же, если мы возьмем, скажем, исламское толкование, откровение божественного, то там, в общем-то, в этом и есть идея того, что вечной истиной может быть только божественная. Человеческая истина, она актуальна во времени. То есть вот сейчас, вот сейчас я исхожу из такой картины мира. Это моя истина на сегодня. Завтра я что-то узнаю новое, моя картина мира изменится, и вот здесь уже и моя истина. Это все мир. А что же такое эпос? А эпос – это правда. Опять же, для тех, кто не углублялся в русскую школу русского языка, вообще не забудется о русском языке, вот на том уровне, что в русском языке нет синонимов, а мы все-таки утверждаем, что если какие-то появляются синонимы, то это означает лишь, что мы не понимаем каких-то тонких значений, нюансов. Поэтому и нам слова синонимичны. И вот правда истина, вроде бы синонимичны, но нет. Сейчас расскажу, в чем разница. Так, 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 что у нас в чате? Что на чате про Снегурочку, про Деда Мороза? Да, правильно вам ответили, что жена Деда Мороза – это елка. Все верно. Деда Мороза – елка. Кстати, у Снегурочки есть еще, у Снегурочки есть еще брат, снеговик. Вот, и брат. Так, про Шарля Перо вопрос. Ну, видимо, тоже. Вообще, вот эти, все эти сказочники, тут, в общем, принцип такой, что если что-то стало классическим, то пережило своего автора. И, кстати, чем отличаются вот эти классические сказки, в том числе «Братья в грим», в том числе Шарла Перо, в том числе Андерсона, если говорить про западную традицию, в том, что они… Там происходит такой интересный метаморфоз. Кстати, в сказке Пушкина то же самое, а в сказке Толстого то же самое. Что с ними происходит? Они, будучи литературными, возвращаются, уходят в народ и порой возвращаются к нам уже как архаические и изусные. В общем, там, для исследователей, для фольклористов это просто, ну, кладезь информации, которая происходит, ну, за последние сто лет на наших глазах, когда из народа приходит сказка, изустная, народная сказка, в которой без труда узнаются те или иные литературные сюжеты. То есть сказка такая… И очень интересно сравнивать тут, да, потому что сохранился источник. Благодаря тому, что это литература, мы видим источник текста, ну, такой нарратив, только это не нежреческий нарратив, а литературный авторский текст, который попадает в народ, обрастает порой подробностями, порой какими-то нюансами. Ну, вот возвращаемся, возвращается в неком измененном виде. Очень интересно. Вот так вот, возвращаемся к… Ну, про Шарля Перро да не договорил, что вот есть идея о том, что если у автора получается создать нечто такое вот классическое, то он опирается на… некую древнюю модель, некую матрицу. Вот. Ну, нельзя утверждать на 100%, да, что вот они там… Это не значит, что это воровство. Может быть, интуиция. Может быть, гений в том и состоит. В общем, гениальные люди, они отличаются тем, что они уже с детства начинают творить что-то, что имеет шанс стать классическим. Что, в общем… Ну, это уводит нас уже в область метафизики. Да, наверное, не будем уже глубоко погружаться. Вот. Поэтому, может быть, может быть, им открылся какой-то канал информации свыше, как пророкам древности. А может быть, они не доступны к древним сакральным текстам. Так, что там еще? Так, Дмитрий пишет. Поэтому у вас была фраза «Сказка на основе мифа». Нить рассуждения упустил в нитри. Что значит «сказка на основе мифа»? Это значит, что сказка появляется в некоем контексте. Когда мы пишем… То есть, ну вот, есть некий персонаж. Чем сказка отличается от литературы, такого-нибудь литературного повествования? Сели вы, как автор, придумали какие-то персонажи. Сказки не придумали персонажи. Они есть, уже готовы. Сказка берет этих персонажей, и из-за доданной берет. Она может их взять только из мифа. Из той картины мира, которая существовала у того народа, видимо, для которого эти сказки сначала писались жрецами-нарадами, а потом, оказавшись во владении народом, передаваясь многими-многими веками и тысячелетиями, из уст в уста, как-то трансформировались, ну, что характерно, сохраняя этот стержень. Наверняка не все сказки сохранили этот стержень. Но тут, в общем, что это исключение, которое подтверждает правило, что до нас не дошли сказки очень сильно искаженные, потому что, видимо, они, как только сказка утрачивала этот стержень за счет слишком сильных изменений, опять же, это происходит прямо на наших глазах. Вот уже в 21 веке существовало огромное количество попыток разных авторов адаптировать и модернизировать классические сказки под современные реалии. Перенесят персонажей из дремучего леса в современный мегаполис, давая им какие-то современные имена, ну, должно же быть интереснее, раз актуальнее. Но ничего подобного. Эти сказки, как и написались, кто-то эти книжки купил, ну, так они здесь на полках и стоят пылятся, все про них забыли. А продолжают рассказывать все те же самые, казалось бы, не актуальные древние тексты. Вот парадокс. Дмитрий спрашивает, какие зарубежные писатели могут быть такими же интересными и глубокими, как Пушкин. Думается, что для нас никакие. Но также думается, что для носителей и соответствующей культуры, для европейцев, и Пушкин не так интересен, как те же братья Гри. Ну, для них это потому что... Почему? Потому что фундамент. Да, мы уже говорили о том, что миф, он во многом похож и близок. Но в сказке этот миф очень сильно изменяется. И сказки различаются по контексту, по климатогеографическим условиям. Вот наши предки жили в окружении леса. Скажем, там англосаксонские детишки бегали по такой степной местности. Поэтому там, где у нас Баба Яга и входят в дремучий лес, у них кролик и путешествие в кроличью ногу. То же самое. То есть, опять же, если мы выявляем из этого миф, миф в чем состоит? В том, что есть некий портал, есть некое место, через которое можно попасть в иной мир. Ведь казалось бы, ну, дремучий лес, он же лес. Чего вот этому нашему герою идти именно на изборку Бабы Яги? То есть пойти чуть правее, чуть левее, но обойди, умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет, но нет, он же дурак, и поэтому он идет прямо на Бабу Ягу. Или пересекает там реку с Малдин именно по Калинову мосту. Установи-то пантонную переправу где-нибудь в обдалении. Там, где нет этого Змея Горыныча, нет же, он придется прямо вот на Калинов мост, где Змея его подстерегает. Да в том-то и дело. И вот в этом и есть ядро, в этом и есть идея, в том, что нельзя просто перейти в иной мир вот просто вот где тебе захотелось. Вот такие точки, точки перехода. И в этих точках можно совершить этот переход. И в этих точках есть привратник, есть охранник. Вот на Калиновом мосту стоит Змея Горыныч, там, где избушка Баба Яги, Баба Яга как привратник. Ну, с Бабой Ягой договориться, как правило, проще, чем со Змеем. Вот все-таки она такая наполовину. Там одна нога у нее костяная, а другая все-таки, как там сказка говорится, то есть тоже как-то нелицеприятно отзывается, но все-таки близко к человеческой. Облик она пока еще, хотя бы части облик человеческий сохранила. Хотя порой описывается уже чаще. Спины нет, внутренности все наизнанку. Жуть. Нос в потолок в рост. Но все-таки что-то еще человеческое в ней сохраняется, что и позволяет нашему герою с ней договориться. Вот змею нужно уничтожать, со змеем договориться. И получится, потому что это вот хатоническое существо. Это нечто древнее, нечто сохранившееся от исконного хаоса. Ну, вот два пути. В англосаксонской традиции это вот кроличья нора и кролик, белый кролик, который проводник, следуя за которым можно попасть. Можно просто удушиться. Не каждая нора ведет в иной мир. Читаем ревиза Кэрролла и его знаменитые истории из Кантрии. Так. Былины. Былины. Так вот, переходя к былинам, что значит правда? Вообще сидим, разговариваем. Наверное, потом Виктория будет ругаться на меня. Я потому что обещал постараться уложиться в полтора часа, а я уже просто видя, сколько мы слайдов прошли и сколько осталось, наверное, мы немножко задержимся. Ну, простит меня Виктория. Сказка не терпит рамок. Так вот, правда. Чем отличается принципиально правда от истины? Тем, что правда всегда субъективна. Виктория говорит, что ей тоже интересно. Виктория, мой начальник, это важно. Всем знакома фраза, что правда у каждого своя. Истина не у каждого. Истина для всех одна. А правда у каждого своя. Здесь и открывается нам значение этого термина. И в чем принципиальное отличие эпоса от мифа, потому что эпос рассказывает от лица какого-то рассказчика. Эти рассказчики могут быть разные, но все-таки описывается некое свидетельство, что кто-то где-то когда-то видел. Это что-то человеческое. Это что-то, что проходит через призму человеческого восприятия. Русская блина в этом смысле наиболее характерна. А значит, не может претендовать на абсолютную истину. Помните, что истина это только там, где боги или бог. Там, где люди, это всегда призма восприятия. То есть призма восприятия, значит, то или иное искажение, пусть чуть-чуть. Помните, наверное, встречали фразу, главная фраза даосизм. Дао, выраженное словами, уже не есть истинное дао. Просто потому, что любое слово уже есть искажение. И поэтому, когда мы говорим на человеческом языке, когда это не истины, которые в виде откровения спускаются к нам свыше, а мы сами что-то из себя извлекаем, это уже сразу лишает нас права назвать это истинной. Но правда, правда это то, что я верю. Это моя личная правда. Вот эпоса. Ну и, собственно говоря, национальный, да, различение общечеловеческого и национального, да, давайте немножко термином введем тоже, что, ну, миф, не очень русское слово, древнегреческое, вот, так вот, есть русское слово кощуны, или кощуны, есть мнение. Вот здесь тоже, вот касаемо этих названий, то есть слова такие есть, но касаемо знака равенства, который тут можно поставить, в общем, с натяжкой, это не доказано пока еще, по некоторым консленным признакам. То есть кощуны, это такие древние тексты, которые были у наших предков, что-то вроде таких древних, ну, в общем-то, некие знания, которые достались современникам от предков. Вот кощный мир, да, одна из версий происхождения слова кощей, не кощей, к этому относятся, да, вот, ну, опять же, несминение, что к этому слову имеет отношение слово кости. Вот это вот все про предков, и вот от предков достались некие знания, и эти знания вот сохранятся в этих кощунах. Такие вот обычно таблички были, ну, в общем-то, миф. А откуда мы это слово узнали? Из древнейших переводов тех самых древнегреческих мифов, где вот древнегреческое слово мифос, миф, переводилось как кощун. Ну, видимо, раз древние переводчики считали эти понятия сопоставимыми, ну, значит, так есть. Также и сказка, сказка это в широком смысле. Вообще сказка это все, что сказывается. Все, что говорится, это все сказка. Что-то не сказки рассказывают. Говорим, кто-то там, что заливает, там, лапшу на уши вешает. Поэтому такой термин, в общем-то, широкий, наверное, и что рождает тоже массу разничтений. Как правило, в народе они назывались байками, баснями. Ну, и это два главных слова, вообще-то там ряд других слов также существует. Ну, и эпос, это по-русски, это песня. Эпос, кстати, во всех традициях, как правило, поется. Песни, а в русском варианте это былины или старины. в русском варианте. Здесь слова. Ну, вот эпос. Есть, но нам все-таки можно с иском разобраться. Так, Ирина тоже слушает с удовольствием. люди, ну, я буду иногда с вами сверяться, не устали ли. Я, кстати, еще пользуясь случаем, еще стараюсь побольше здесь рассказать, чтобы побольше у меня места на курсе осталось, потому что я все продолжаю выстраивать структуру курса, и вот шесть занятий, никак не умещается в них все, что хочет рассказать. Нулевое занятие, и я тоже хочу как можно больше всего уже здесь рассказать. Ну, и плюс хочется сделать все-таки нечто завершенное. Понятно, что далеко не все из вас пойдут на курс, и что хочется, чтобы все-таки дать вам какой-то такой целостный хотя бы кусок информации. Постараюсь, да, поэтому уж простите, задержимся, чтобы не хочется обрывать. То есть понятно, что с теми, кто будет на курсе, мы сможем продолжить там беседу, но будет некрасиво платно, что никто на курс не пойдет. Так что идем дальше. Так вот, но кроме этих форм повествования есть еще одна интереснейшая, на мой взгляд, форма, и такая, ну, сложно сказать, исконная русская, но наиболее характерная для русского человека, а мы же ищем вот русскость. Форма, которая называется «былички». Что такое «былички», среднее между сказками и былинами, это, как правило, страшные истории. Ну, почему мы не можем сказать, что исконные русские, потому что такая форма, как страшные истории у костра, она и в западной традиции известна и популярна. Собираются подростки у костра, ночь, и вот друг к другу всякие страшилки рассказывают. Вот на Руси это называлось «былички». Так, 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 что еще там у нас в чате есть? Веды. Вот Юлия спрашивает про Веды, не то ли же самое это, что миф? Веды, миф. Ну, в общем-то, в общем-то, можно почти поставить знак равенства, даже, я бы так сказал, что пока миф не стал мифом, а остается как некое знание, это есть Веды. Говоря о некой ведической традиции, сейчас много говорят о русской ведической традиции, но тут опять мы, к сожалению, упираемся в отсутствие объективных каких-то свидетельств, очень хорошо на Руси все подчистили, вот, к сожалению, и мы, в общем-то, русские люди, это тоже национальная черта, они очень-то любим беречь, да, то есть так очень легко относимся, утрачивая порой вот, есть очень важное, вот, ну, к сожалению, очень мало у нас объективных каких-то свидетельств русской ведической традиции, и в связи с этим очень много домыслов, к сожалению, в связи с этим, ну, в общем, процесс как-то идет, может быть, как-то придет к какому-то знаменателю, количество перейдет в качество, но нам неплохо известна индийская ведическая традиция, в общем-то, что это такое ведическая традиция, вообще, говоря ведическое, мы имеем в виду жреческое, говорим жреческое, имеем в виду жертвенное, вообще веды, если мы возьмем известные древнеиндийские веды, они, в общем-то, о чем? О том, как правильно приносить жертву богам, как правильно вести ритуал, тут, кстати, есть очень такой важный нюанс, который, в общем, хорошо бы пометить на бумаге или в голове по поводу того, чем нам могут помочь индийские веды, потому что индусы-то не скрывали и не скрывают в своих текстах, что эти знания веды не получили от какого-то севера. Конечно, нам хочется сказать, что вот, они у нас стащили, у кого у нас? У тех людей, которые жили севернее Индии, мы ли это были, наши ли предки, большие вопросы, кто же еще, нужно разобраться, кто там были эти люди, в общем, вот жрецы, опять же, есть в индийском в индийской мифологии мифологические сюжеты о мудрецах, которые пришли с севера и принесли это ведическое знание. Так вот, но что тут может быть созвучно и важно, слово арии, потому что арии, арийцы, вот что вокруг этого, говоря о некой древней ведической традиции и в русском толковании, вот что наши предки были древними ариями. А вот помните, арийская традиция немецкая, она, к сожалению, уже обросла такими совсем неприятными ассоциациями, связанными с Третьим рейхом, борьбой за чистоту расы, да, они тоже вот считались, ну, в общем-то, как только кто-то начинает претендовать на собственную особенность, вот сразу всплывает это понятие арии. С чем это связано? Это связано с санскритом, потому что на санскрите ария, ария, это буквально благородный, ну, вот так, да, поэтому говорим, что мы считаем себя благородными, всех остальных считаем варварами, поэтому мы ария, благородные люди, они ария, они неблагородные, они варвары. Чем нам тут может помочь сохранившаяся медийская ведическая традиция, ведические знания тем, что расшифровка, коммуникация, что значит ария, что значит благородный с точки зрения ведической жреческой традиции. Ария это тот человек, который следует ритуалу, кто такой варвар, варвар тот, кто не следует ритуалу, ну, и посмотрите, насколько это отражается в современной жизни и во все. Мы назовем это воспитанный человек. Воспитанный человек, благородный человек, он что? Он никогда не позволит себе вот этого, он никогда не прынет на тротуар, он никогда не награбит парушки, никогда там. И целый список вот этих никогда, которые составляют в себя такое содержание культуры, культурного человека. В отличие от каких-то людей, невоспитанных, каких-то, говорят древним языком варваров. Варваров, которые позволяют себе совершать то, что никогда не позволит себе высокообразованный, благородный человек. Все то же самое. Много-много тысяч лет прошло, не называют дат, потому что насколько им можно верить, этим датировкам, но человек все тот же. И почему еще, я считаю, так важно разбираться в древних текстах, в сказках, потому что нам только кажется, что мы очень сильно развились. Развилось наше окружение, техника развилась, но человек, ну, видимо, видимо, человек не совершал каких-то таких серьезных рывков, уже даже не тысячи, а десятки лет. В принципе, с точки зрения нашего мозга, с точки зрения антропологии, если антропологи находят останки древнего человека, и вот если им 40 тысяч лет или, скажем, 1 тысяча лет, вот эти останки будут практически неотличны. То же самое человек. Структура мозга точно такая же. Вот так. Поэтому, да, и тоже очень хочется себя возглядеть, что мы сейчас какие-то такие умные, разумные, мы там в космос летаем, только вот ничего про этот космос не понимаем. И, опять же, если читать древние тексты, то оказывается, что космос нашим предкам был куда понятнее, чем вот нам сеть. Ну, толку, что мы теперь знаем, что звезды это не светлячки или не дырки в поверхности небесной тверги, за которой это бесконечность. Мы нам теперь рассказали про газовую гиганту. Но многие из нас видели эти газовые гиганты. Даже те, кто заглядывали в телескоп, заглядывали очень многие в телескоп, потому что видели просто, что если посмотреть в телескоп, этих точек становится больше. Они остаются такими же точками. Ну, и мы вынуждены принять это на веру. Нам сказали, что, ребята, это не светлячки, это вот гиганты газовые с термоядерной реакцией. Хорошо. Хорошо. Будем исходить из этого. Но как только мы говорим себе будем исходить из этого, мы попадаем в область. может быть, пройдет еще сто лет и новые телескопы еще что-нибудь увидят и окажется, что вот, и тогда окажется, что наша современная точка зрения абсолютно была мифологической. Наши потомки будут также забавляться, рассуждая о нас, как мы порой и забавляемся, рассуждая о наших предках. Иорданка спрашивает, почему мы будем говорить о политике. Заметили, наверное, в структуре курса и обвел это понятие. Потому что в вашем современном мире кто главные сказочники? Нравится нам это или нет, но это политики. Мы живем в мире, где сказочниками стали политики. Это средства массовой информации, которые во многом управляются политическими силами, ну и сами кремополитики. Поэтому разбирая сказку древнюю, это, конечно, хорошо, но если мы претендуем на академичность, на то, чтобы в комплексе, если мы развлекаться каким-нибудь, обнаружить, какие-нибудь современные приколюхи, приколы какие-то, вот узнали, что они там этакое, а действительно разобраться в этом феномене и действительно приобрести некий полезный навык благодаря знанию сказки. Важно понимать, кто нам сейчас эти сказки рассказывает. Потому что, к сожалению, сказка не означает однозначно, что это что-то полезное и что-то нам во благо. То есть есть идея о том, что древние жрецы, нарады были заинтересованы в том, чтобы народ жил счастливо, богато, мирно, сосуществовал, находил общий язык. Поэтому тексты, которые создавались, они создавались для того, чтобы помочь, помочь народу жить в мире и согласии, жить, поживать до добра нашивать. Можем ли мы с уверенностью сказать, что у наших современных сказочников такие же благие намерения? Точно нет. Ну и то же самое касается мифа. Но мы сейчас, так как мы не смотрим на современный мир с точки зрения мифа, не пропускаем даже себе, что мы находимся во власти мифа и не замечаем, как нам простите за такое русское слово впаривает, впаривает как в бане вот эти сказки. Новые сказки, базирующиеся на новом мифе. Очень хорошо умеем отличать древние сказки, которые опираются на древний миф. Но очень плохо отличаем современные сказки, потому что они опираются не на древний, они опираются на современный миф. На современный либеральный миф, на современный капиталистический миф. Допустим, есть идея о том, что в древности считалось, что человек не может быть кем-то. Что профессиональное применение человека связано с неким божественным благословения. Некие высшие силы, некие силы иного мира берут, условно говоря, шерпство над человеком, открывают ему завесу тайны в сторону какой-то профессии, и он становится один становится гончаром, другой становится строительным, третий становится сказочником. Ой, и здоров. То есть задача человека обнаружить этот талант и следовать ему. Сейчас же совершенно иной миф о том, что человек кем угодно. Если очень захотеть, можно в школу полететь. Это тоже миф. Причем даже в поверхности его можно разбить в пух и прах. И, в общем, с точки зрения даже современного же понимания психологического, древний миф ближе к истине, чем современный. Потому что очевидно, что для каждого из нас куча ограничений существует. И вроде бы мы можем формально стать кем угодно, но добиться успеха, проявиться, и что самое, наверное, важное, быть счастливым в этом появлении. Возможно, только в том случае, если мы попадаем, опять же, в некое русло, некое предназначение. Или, в общем-то, в том числе из-за этого сейчас происходит такое возрождение, ренессанс этих идей, того, что вообще-то очень архаических идей, того, что нужно обнаружить в своем предназначении. Это идет во многом в разрез к современному либеральному мифу о том, что для нас все двери открыты, и можем стать тем, кем захотим. Поэтому вот политика. Не будем много говорить о политике. Я пометил это там, чтобы вы... Ну, на самом деле, просто кому-то это важно. И кто-то хотел бы про политику, поэтому, конечно, поговорим о наших главных современных сказочниках. Ну, в общем-то, скользь, просто чтобы иметь в виду. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот что касается русских. Вот былички. Страшные истории о встречах с потусторонними силами. В общем-то, задача быличек, ну, такое устрашение, можно сказать. То есть былички показывают последствия нарушения тех правил, которые существуют во взаимодействии с потусторонними силами. Вот так скажем. С силами демоническими. Ну, как-то... Вот человек пошел в лес за грибами, он набрал слишком много грибов. Кстати, это история, которую я своими собственными ушами слышал не более чем 5 или 6 лет назад на Брянщине. Люди об этом рассказывали и рассказывали вот с такими глазами, да, и что-то, ну, как... Это что реально произошедшее. Какая там не древность. Вот прямо вот сейчас такое произошло. Вот современные горожане рассказывали о том, как поехали в лес. Вот. А само слово Брянск имеет отношение к слову Дебри. Это древнее название Брянска – Дебрянск. Дебрянск, потому что в Дебрях действительно леса непроходимы. Вот поехали за грибами, и так было много грибов, что вот пришлось им взять такое покрывало, растянуть его на четверых, и вот просто наваливать грибы горой на это покрывало. И они не смогли выйти из леса. Хотя сто раз были в этом лесу, и вот знали, где машину оставили. Да, и блюждай. Вот. Ну, человек, который рассказывал, который водитель, собственно, предводитель этой компании веселой, вот, он их оставляет, отходит в сторону, говорит, я пойду поищу машину. Делает несколько шагов в сторону. Вот дорога, вот машина стоит. Возвращается к ним. Опять же берут это покрывало, идут туда, откуда он только что пришел, никакой дороги нет. Идут, идут, идут ни дороги, ни машины. Опять не уходит. Опять же 19 шагов, вот опять дорога, вот опять машина. Машина уже с другой стороны почему-то была слева, теперь справа. Ну, ладно, нашлась. Опять же возвращается, опять идут, опять ничего нет. Вот такая вот история. В конечном итоге они измучиваются, бросают это покрывало, и тут же выходят на дорогу и вот возвращаются в машину. Ну, иначе как леший забавлялся. Ну, забавлялся или проучал. То есть задача этих существ, в том числе тому, чтобы проучить того, кто нарушает установленные правила. Нельзя брать больше, чем ты можешь съесть. Они, очевидно, брали больше. Ну, вот, пожалуйста, современный мир, вот история. Ну, это же человек рационального склада, скажет, ну что за бред, будет подводить под это какие-то теории. Ну, мы скажем, что и человек иррациональный, скажет, что, дружище, посмотри, что ты сейчас делаешь, ты подводишь свой миф. Ты под эту историю подводишь свой миф. То есть в нашем мифе существа эти возможны, мы допускаем, допустим, что на имя есть это существо, поэтому хотя бы как версию такой вариант рассматриваем, в твоем мифе таких существ быть не может. Ну, это тоже миф, потому что ты не можешь это доказать, ты не можешь это проверить экспериментально. А значит, это тоже миф. Ну, ты исходя из своего мифа, ты приходишь к иной точке зрения. И поэтому важно это понимать. В современном мире мы сейчас, к сожалению, вы можете наизболить видеть, как разные мифы приводят к тому, что люди приходят к совершенно иным выводам в одни и в одной и той же ситуации. что-то вроде очевидно происходит, но смысл, смысл меняется радикально в зависимости от тех предпосылок, с которых люди исходят. Так, ну, опять же, мы все-таки про сказки. Ну, мы лички. Интересный формат, такой тоже немножко о нем будем говорить. Так-так-так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше идем по слайдам. Ну, и такой, подводим такой некий промежуточный итог. Итак, миф. Миф объясняет причины и описывает финал. Где за такие? То есть миф нужен тогда, но помним, что такое миф. Вот нужно постараться из головы убрать, убрать определение мифа как чего-то ложного. Ложь есть ложь. Вот. А это про сказку больше. Кстати, в отличие от воронья и обмана. Нужно путать. Кстати, тоже скажу. Я не знаю, может быть, если там у Виктории получится поделиться ссылка. У нас есть, ну, в открытом доступе с посильной оплатой есть мой вебинар, посвященный видам лыжей. Да, вот может быть, поделиться. Если интересно, про это больше узнать, чем ложь отличается от воронья, от обмана и так далее, как они все согласуются. Вот. Ну, рекламирую, потому что, в общем-то, можно посмотреть за посильную оплату добровольную. Вот. Так вот, отдельная тема. Миф. Так вот, миф – это то, что, ну, истина. А истина нам нужна тогда, когда мы не можем свидетельствовать. Мы не можем узнать, откуда появился мир. Ну, людей тогда еще не было. Вообще некому свидетельствовать о том мире, о том времени, когда появилась все же волна на Земле. А также, как мы не можем и отмотать сильно в будущее и узнать, чем этот мир закончится, о конце света. Не можем узнать. Но узнать, как важно. Так уже устроен наш путь. На самом деле, ведь есть идея о том, что на высших уровнях осознанности, на тех уровнях, к которым мы стремимся, несмотря на сложность достижения, возможно жить без мифа. Возможно жить в мире, где неоднозначны причины и неоднозначны исходы. Вот фиксация здесь и сейчас. Очень много о этом говорится. Опять же, нужно быть здесь и сейчас. Почему так важно быть здесь и сейчас? Потому что тогда миф оказывается не нужен. Ну, не важно, откуда мы пришли, не важно куда, глобально. Важно, куда я. Откуда я пришел и куда я приду. То есть, ну, можно, но вообще глобально для человечества какие-то очень сложно. Нам очень тревожно становится, когда мы не знаем, откуда вот это, почему что-то случилось и чем оно закончится. Да, и не просто так, как популярны всякие разные гадания, предсказания и так далее. Нам становится спокойнее, если мы что-то знаем про будущее. так что миф необходим, и это ни в коем случае не нужно. Это просто, это то, что нельзя проверить, а значит, то, а значит, то, на что можно, то, во что нужно просто верить. Просто верить и все. Вечная любовь, да? Мы не можем проверить, но хочется же верить, да, и мы верим. Так, есть, это вот что касается мифа. Былички, былички предостерегают от нарушения правила. Мы про это только что говорили. Былина дает собирательный историзм и формирует патриотизм. Вообще, одно из основных значений былины, современного, ну, именно как былина, не как эпос. Древний эпос порой не проявляет такой, таких национальных черт. Хотя, в общем, даже древнегреческий эпос там подчеркивается, что это грек. Вот он прямо грек, и вот это важно, что вот наш герой, это наш герой. Наш герой, а наш герой. Вот. Поэтому, в принципе, былина, вот подчеркивает этот момент, что вот наш русский богатырь, он с какими-то, с какими-то иноземцами там бьется. Это все формируется. То есть патриотизм без былины не может быть. То есть вот это сказание о других предках, о батьях. Отечество, как последие отцов наших. Ну и собирательный историзм. Тоже такой момент, связанный с тем, вернее, ведущий к тому, что у нас не получается былину использовать как исторический. Такого. Были много. Вот там былины рассказывают вроде бы об исторических событиях. Вот вам там князь Киевский, вот вам вроде бы реальные какие-то половцы, реальные вроде бы города. И как-то даже можно попробовать по карте проследить, хотя с трудом. Но не получается использовать былину как исторический документ, в отличие от летописей, которые сразу себе ставили задачу. Почему? Потому что былина и не ставила перед собой такой цели историческим документом. былина отличается от летописи тем, что там история сжимается, максимально сжимается. И в одной былине могут быть персонажи из самых разных исторических эпох. Это не проблема. Былина передает некую идею. Идею того, что происходило. И этому могут быть века какого-нибудь условного ига, которая может быть сжата масштаба одного события, одной битвы. Это не важно. Для былина это не важно. Но с одной стороны мы скажем, что прямовольность такая. Но с другой стороны, если мы представим себе, может быть, на своем примере, как выглядит ощущение истории средним человеком, не историком, не тем, кто занимается этим прицельно и профессионально, то мы обнаружим в чем проблема изучения истории в школах и в институтах для большинства учащихся, что в голове у человека нет этой временной шкалы, на которую ему называются события. В общем, обучение человека профессии историка во многом заключается в формировании в голове вот этой временной шкалы, когда эти события начинают уже предоставить какую-то хронологическую последовательность. А обычно это такая вот концентрат, концентрат исторических знаний. И Беллина дает именно в таком виде. Ну и, наконец, важно, в принципе, любой грамотный человек должен себе примерно представлять, кто были наши предки, чем они в принципе занимались. Важно ли, кто там за кем был, кто там чей сын, кто там чей племянник, кто там вместо кого короновался. Важно ли это? Для некого не хочет. А вот главная идея, и, кстати, к сожалению, я считаю, что в том числе и из-за того, что в современном мире истории обучают не на былинах, а на учебниках истории, никакого образа такого целостного в голове почти никого и нет. Потому что последовательность этот за этим, этот за этим, одна какая-то историческая формация сменяется другой. Тут было столице, потом там в итоге к концу школы у человека такая каша в голове, которую он просто придет. И никогда я в истории не разберусь. Вот былина позволяла получить целостную картину. Именно то, что ей важно, и то, что ей позволяет сформировать патриотизм, гордость этими предками. Когда каша из событий да вперемешку вот тут наши, тут соседи, тут мировая история, тут история Руси, тут еще никакой образности ее не создают. Ну и, наконец, сказка. Наконец, сказка чем занимается? Для чего нам сказка? Ну, во-первых, развлекает. Это важно. И вообще сказка из всех форм файлора считается, что это единственный развлекательный такой жанр. все-таки хочется развлекаться не только же чем-то серьезным заниматься. Вот. И вы можете сказать, ну, как же там танцы, пляски, песни, так далее. Нет. Дело в том, что всякие там танцы, пляски, они связаны с ритуалом. и то, что со стороны может казаться какое-то увеселительное мероприятие, ну, вот там, отмечаем Ивана Купалу, да, девки голые бегают. Весело? Весело. Да? Но под это подведем очень серьезно, как правило, подведена очень серьезная мифологическая, ритуальная, обрядовая основа. И это не развлечение. Это важно совершить. А сказка это изначально вот такое разбирание. Ну, чем она и скрывается. Сейчас, опять же, в современном мире очень много в педагогике заговорили об игровой форме обучения, что невозможно детей заставить учиться, надо с ними как бы играть и через игру внедрять им нужные знания. Но ведь это же придумала сказка тысячи лет назад. Ну, не сказка, те жрецы, нарады, которые сформировали вот этот жанр как будто бы развлекательный, как будто бы ложь. Мы так расслабляемся. Ложь. Мы сразу сказали, что ложь. Можно, значит, не напрягаться. Но внутри, знаете, как вот внутри, внутри такой капсулы вот есть лекарство, вот зерно, которое попадает туда, куда нужно и там просто ставит. И почему также вот важно разбираться в этих механизмах, мы, в общем, общая сказку, говорим и будем говорить много именно механизмов к сказке, потому что на этих же механизмах строятся современные манипуляции. как говорит это зерно. Помните, фильм голливудский «Началу», кажется, с Леонардо Ди Каприо про сны. Вот там это мифологическая, на самом деле древнейшая идея, хорошо показана, как можно идею поместить человеку в голову. Там это через сон, но на самом деле через состояние сонное. И тут, кстати, всплывает дремучий лес, дремучий, дрема. Это абсолютно непосредственное к этому отношение. Дрема это состояние между сном и бодрствованием. Это именно то состояние, тот момент, когда мозг переходит в очень специфический режим работы, где возможно астральное путешествие, где возможно осознанное сновидение и где возможно ввод в гипноз, как через гипноз можно поместить человеку определенную идею, но точно так же и сказка помещает эту идею. Но древние сказки помещали полезные для нас идеи. А какие идеи помещают у нас современные сказки? Тот же кинематограф голливудский, он абсолютно сказочно построен не только построен на современных мифах, но и на древних. Посмотрите Марвел, комиксы, без труда узнается древнейшая мифология, древнейшие герои, порой называемые прямым текстом и современные жанры развлекательного как бы искусства на самом деле используют ровно те же самые механизмы, которые использовали жрецы древности, вот только вопрос в том зерне, которое упаковано в эту вкусную конфету, молочку сладкую, что там за зерно, и вряд ли мы можем во всяком случае быть уверены, что это для нашей рефлексии, очень может быть, что нет. Ну, сказка развлекает, это важно. Б, связывается национальные традиции, об этом уже говорили, что былина, да, былина, да, но былина сообщает о героях, сообщает о князьях, сообщает о таких событиях государственного масштаба. Важно, для патриотизма безусловно важно, но здесь как раз у нас появляется различие Родины и Отечества, что Отечество это вот, не путай опять же с государством, это вот наследие предков, это что-то очень большое Отечество, вот, и вот былины, они опинируют такими масштабными понятиями по-мужски, то есть мужской вектор, он нацелен изнутри наружу, это центробежная сила, мужская, воинская, и вот она про это, а сказка она, если позволите, про Родину, она отражает в некотором роде женскую, можно сказать, энергию, но не в том плане, что вот это вот мальчикам давайте рассказывать былины, девочкам давайте рассказывать сказки, и тем и другим важно и то, и другое, потому что в каждом из нас должно быть как мужской, так и женское начало, разве, но вот сила, которая в былине центробежная, а в сказке центростремительная, внутреннонаправленная, вот она отличает сказку, ну и кстати, заметьте, что даже, наверное, большинство из нас однозначная ассоциация сработает, что в сказке рассказывает бабушка, хотя вроде бы это сказители, если мы представляем себя древних древних рассказчиков, такие вот дедушки, такие мородатые, гусляры, которые что-то рассказывают, вот в том-то и дело, что они рассказывали в основном былины, былины, а даже Пушкин нам сообщает о няне, которая ему сказки рассказывала, хотя конспирология утверждает, что няня Пушкина была вполне себе мужчиной, вполне себе языческим жрецом, который эти знания передавал, но образ няня, такой женской энергии, которая эту сказку передает, через себя очень важно. Ну и плюсы здесь важно то, что все-таки именно женщины в основном больше времени проводят с детьми. Тоже такой важный момент, связанный с тем, что такая идея, тоже миф о патриархате, что в патриархате доминирует мужчина, глава у мужчины правослового, а женщина подавляет патриархат. Это же миф. Почему миф? Потому что если мы начнем в этом разбираться подробнее, то мы увидим, что считать важно, как прогресс. Что считать прогрессом? Если прогрессом считать смартфоны, то мы, конечно, развиваемся. А если прогрессом считать ощущение покоя и умиротворение, вопросы возникают. Вот так же и здесь. Что считать главным? Если главным считать, кто-то может кулаком по столу ударить, ну, как бы, да, а если главным считать того, кто свои идеи, свои смыслы, свои значения передает будущему поколению, что такое наследование? С одной стороны генетика, а с другой стороны это жизненный опыт. Вот то, что прививается, а кто прививает свои ценности будущему поколению? Конечно же, мать, которая растет это чадо. Тогда получается, что мать сидит с ребенком, но именно ее опыт, а у нее откуда опыт взялся? Из ее семьи, от ее матери. И тогда получается, что вроде бы опыт передается по мужской линии, но смысловые содержания смыслы передаются по линии женской. Ну, это любопытно и, если видели в курсе, я обращал на это внимание, что в плане нашего курса есть отдельное занятие, посвященное семейным традициям, домам, общих, таких людей. Поговорим об этом потом. Есть, да, вот национальная традиция, вот родина и национальная в плане малой родины. Можно так еще сказать другими словами, что былина о большой родине, а сказки о родине малой. Вот, да, и поэтому в разных волостях, в разных губерниях, даже в разных деревнях порой есть свои сказки, свои варианты. Да, сюжеты те же самые, их, в общем, фольклористы их посчитали, их не так много, вообще количество возможных сюжетов, сказок. но вот нюансы, тонкости вот тут становятся важными. Это им передает то самое важное, да, как говорится, важное всегда кладется в мелочах. В, указывает на границы дозволенного. Тоже важнейшее, важнейшее значение, важнейший блок связок, сказки, опять же, связан с бытовым. Давайте я вот покажу еще один слайд следующий, сразу же, обернемся. Вообще, какие бывают сказки? Проб выделяют, ну, вот такие виды сказок. Сказки волшебные, сказки бытовые или новолистические, сказки о животных, растениях и предметах, цепочные, кумулятивные, небелецы, докучные сказки. Три я выделил первых, потому что именно, в общем-то, именно о них мы и говорили с вами сегодня, и, в общем-то, именно о них мы будем говорить на курсе. Вот основные виды сказок, которые и формируют личность. Три следующих вида сказок, ну, они больше развлекательные. То есть, такой современный вид кольклора, как анекдот, это же тоже своего рода форма сказки. Вот тут небелецы рассказывали люди другим. Что такое цепочные сказки или кумулятивные, это сказки, которые накопительны таким итогом. Ну, самое известное, это вот та самая сказка про репку. То есть, мы на каждом следующем круге мы добавляем еще одного персонажа и все больше, больше, есть сказки, где там до бесконечности практически может нарастать это количество. То есть, кумулятивный такой эффект накопительный в этих сказках. докучные сказки, что такое? Ну, тут можно вспомнить известное слово докучать. А что ты не докучаешь? Когда кто-то что-то и по кругу одно и то же вот все время вот докучает, слушает все время одно и то же. И вот докучная сказка, это особый жанр, когда бесконечно повторяется один и тот же обычно короткий сюжет. Самое, наверное, для большинства известное это история как у попа была собака, поп ее любил. Она съела кунца, поп ее убил. И закопал или написал у попа была собака, он ее любил. Ну и по кругу. И, в общем, докучные сказки рассказываются до тех пор, пока хватает терпения или у сказителя, или у слушателя. Ну это три вида таких, в общем, развлекательных. Хотя тоже базирующихся, конечно, на фундаменте и тоже достойных исследования. И, в общем, фольклористы занимаются ими тоже. Но для нас в плане психологического содержания, конечно, особое внимание представляют первые виды сказки. Волшебные сказки это тот самый дремучий лес, три девять земель, десятое царство государства, кощей, и горы на чьей жизни. Вот это вот, да. Бытовые сказки это вот семейные, домашние. Бытовые сказки обычно сообщают о тех же бесах, о духах леший, домовой, банник, водяной и так далее. То есть там, где человек живет. Хотя водяной часто встречается в волшебных сказках. Иной мир очень часто представляется как мир подводный царь. Часто образ Кощея представляется как подводного царя, царя морского. И та же царевая лягушка в одном толковании она дочь Кощея, в ином толковании она дочь морского царя. Ну, собственно, что есть сложилось в таком образе лягушки. Опять же, уже говорил об этом, что всегда любопытно замечать, к каким вещам сказка относится с вольностью, а к каким нет. И поэтому если нужно девицу похитить, ее иногда похищает Кощей, иногда похищает Змея Горыныч, иногда похищает просто какой-то змей, иногда похищает Жар-птица. В общем, сказка вольно трактует того злодея, который похитил Мошу какую-то девицу. Ну, из этого мы делаем выбор о том, что, видимо, с точки зрения этой жреческой народной составляющей, это второстепенный момент. Не важно, кто похитил, важно, что похитил и унес по ту сторону мира. Откуда ее потом нужно вызволять? Вот это важно. Потому что вот это незыблемо. Это функции. Вообще, говоря о сказках, мы будем очень много говорить о функциях. То, что каждый из персонажей есть олицетворение некой функции. Ну, говоря архетип. Архетип это тоже функция. И таким образом, разбирая персонажей, мы разбираем абсолютно психологические составляющие. Что лиса, она льстит. Кстати, слово льстит, лиса, она хитрая. И вот в лисе отражается архетип хитрица. Никогда не встретим какую-нибудь лису, чтобы она не была хитрой. Потому что идея именно в хитрости. Нам важно, чтобы герой столкнулся как колобок. У нас есть для этого персонажа архетип. Архетип в виде лисы. У нас есть заяц, архетип трусости, архетип такой трусливости. Вообще, трус одно из названий трусить, дорожать, одно из названий заяц. Есть волк, есть медведь, медведь глуповатый, ему часто обманывают, очень сильный. Есть ёж, это все архетипы, все некие функции. А главное, что есть даритель. А если в сказке важно, чтобы кто-то герою что-то подарил, например, волшебный клубок, то мы видим, что в каждом повторении одного и того же сюжета герой этот клубок получает. Но от кого он его получает, бывает по-разному. То ему Баба-Яга подарит, то ему какая-нибудь условная кихимора, леший, то ему подарит волк, бывает, разные варианты. Сейчас немного утрирую, чтобы идею передать того, что важно. И таким образом мы выделяем важные и второстепенные сказки. Собственно, здесь и кроется в том числе ошибка тех исследователей сказок, которые пытаются зацепиться именно за персонажей. Потому что вот думая, что именно в расшифровке тех или иных персонажей и кроется сакральный смысл сказки. Не может крыться сакральный смысл сказки там, где вот такая военность в сказке. Один, то другой, то Кощей бессмертный, то Царь морской, то Змей горничный. Значит, не важно. А смысл именно в акте похищения функции этого персонажа как похитителя. Дальше уже с этим работаем. Есть похитители, есть дарители, есть советчики, есть сказочные помощники и так далее. Кстати, сказочные помощники, это, опять же, если мы отталкиваемся из них, то с очень высокой долей вероятности можно утверждать, что сказочные помощники это из духи предков. Герой переходит в мир, это мир царствует Кощей бессмертный. Кстати, тоже говоря о Кощей, очень много споров касаемо того, как же на самом деле мы должны звать то ли Кощей, то ли Кощей, то ли Кош, то ли еще как-то, куча вариантов. И вот мы можем бесконечно спорить об этом, забывая, что есть нечто неизыкленное. Это его бессмертная составляющая. Важно именно, что он бессмертный. А уж, как мы его там назвали функция быть бессмертным. где суть. Ну и вот получается функции помощники. Про духов предков. Герой оказывается в ином мире, где все мертвые по определенной бессмертные, потому что у него уже есть козырь в рукаве, что в этом же мире находится духе его предков, к которым он может обратиться. И в общем-то тоже забегая на курс, расскажу, что видимо в этом и был такой важный смысл сказочных испытаний. Кстати, у меня где-то есть слайд по этому поводу смысла испытаний. Проверить есть ли у героев волшебные помощники. Вот почему в сказках герою дают заведомо невыполнимое задание, но оно заведомо невыполнимое для темного смертного человека, но оказывается ничуть невыполнимым для сказочных помощников, которые там обнаруживают. И разбирая сказку с колоколью современного рационального ума, мы можем сделать вывод о какой-то бредовости сказки. Зачем давать задание заведомо невыполнимое? Пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю, что. Что за бред, скажет современный рациональный человек, который всю жизнь так проживает, как современные люди, смысл жизни. Не сказка ли это? Пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю, что. Человек проживает своей жизнью эту сказку, но когда читает об этом сказке, то и дело, что это задание выполнимо только в том случае, если обнаруживают эти помощники. И они в сказке обнаруживаются в виде духов предков. Ну и если мы предполагаем центральную идею русского мифа, как идея наследования, само то отражение высшего пантеона, что мы все являемся детьми и внуками, сворожичи, внуки, внуки Бога, то есть родовые связи, идея рода лежит в основе мифа, то, конечно, это самое главное. И если человек смог доказать, а в сказках важно доказать, замечали, очень часто в сказках есть такое финальное испытание, казалось бы, уже все хорошо, все получило, уже там и коня, и жарптицу, и девицу возвращается к себе домой, и не тут-то было, его подкарауливают братья, а другие злодеи, отбирают у него всю его добычу, его часто рубят и раскрасывают на куски. В чем идея, зачем это финальное испытание? А чтобы доказать, что это именно ты был, что это именно ты заручился помощью, может быть, ты тоже у кого-то украл эту жарптицу, важно доказать. В этом и есть смысл финального испытания. Потому что если ты доказал, это значит, что ты праву занимаешь это место. Ты получаешь соответствующий статус. Вообще сказка отражает во многом третий обряд. Кстати, про обряды. Где-то у меня обряды было. сказка как описание обряда. Вообще любой обряд есть ритуал изменения статуса. Мы обряжаемся, мы надеваем на себя какой-то костюм. В этом есть суть обряда. Сказка отражает, объясняет суть, какие сказки написаны. А сейчас я прочитаю. Тут написано, может быть, на телефоне плохо видно. Итак, сказка как описание сути обряда, а обряд как ритуал изменения статуса. Основные обряды. Первое в традиции именно речения. Первый статус получает имя. Дальше крещение в той традиции религиозной или языческой. Обряд пострига в армию или в монахе. Свадебный обряд, конечно. Конечно, погребальный обряд. И отдельно я выделяю обряд принятия в профессию. Вот многие сказки во взрослом толковании говорят именно об этом. О том, чтобы заручиться поддержкой предков, духов, сказочных помощников, чтобы доказать, что ты есть носитель. То есть предки видят в тебе достойного потомка. Нужно доказать. И раз предки помогают, значит, они считают, что это достойный памятник предков человека, значит, он получает соответствующий статус. Это, в общем, главная идея. На самом деле, тоже очень знакомая в современном мире по высказыванию, что талант от Бога. Если мы говорим талант от Бога, но, говоря языком сказки, талант дается из иного мира. Для того, чтобы этот талант получить, нужно сходить и оттуда его принести. Так, Герданка что-то спрашивает. Сказки, сказки, сказки. Не знаю, о чем спрашиваете. Ну, в общем, идея. Ну и возвращаемся. Возвращаемся к видам сказок. Собственно, вот сказки волшебные, а не именно о том, чтобы заручиться с помощью этих помощников. После этого пойти в древний челес, пройти через испытания, ну и происходит преображение. И замечали, что герой никогда не возвращается из иного мира тем, кем ушел. Не возвращается в кто-то другого. Кто-то был вообще иным стал. Ну, герористические сказки, там такой целый большой стресс, в том числе, кстати, эротические сказки. У наших предков был большой блок эротических сказок. Мы не будем уделять им отдельное внимание, но важно знать, что мы тоже будем. Это важнейшая часть жизни людей, и особенно наших предков, земледельцев, у которых был культ подводи. Все должно родить. Эта область жизни естественно не могла не отразиться в сказке. Ну и наконец сказки о животных. Вот те самые функции, те самые архетипы, которые проявляются главные наши русские архетипы. Ну и сказка Колобок. Тоже вот там мы помним путешествие Колобка от подоконника через зайца, волка, медведя, лису и лисенос. Обратите на это внимание, если говорится о толковании сказок. Это важно, потому что Колобок пел песенку дважды. Сначала лисе, а потом лисеносу, где попался. Алексей говорит, что вопрос о том, какие сказки надо прочитать. Любые, до которых можем достучаться, на самом деле. Много вопросов к тем сборникам, которые есть. К Афанасьеву, честно говоря, тоже есть вопросы, потому что Афанасьев собирал те сказки, которые были в русском географическом обществе. Афанасьев, честно говоря, не африклористом в том смысле в это слово, не был этнографом. Он получил заказ собрать в сборник те сказки, которые собирали члены русского географического общества. Как они собирали, где они собирали. Понятно, что никакой четкой методологии тогда не было. Поэтому мы имеем то, что имеем, лучше так, чем никак. сказок, но к слову, если говорить о серьезных исследованиях, есть другие сборники сказок, которые считаются более аутентичными. как бы через два часа у меня все из головы повылетало, все фамилии. В общем, найдете. В общем, какие сборники, это сказки русского севера, великорусские сказки. Но вот эти сказки, на самом деле те сказки, которые представляют большой интерес для исследователей, более аутентичные и архаичные сказки, они, как правило, представляют наименьший интерес для нас, как для родителей и детей, которых сказки хочется читать. Они такие жутковатые, откровенно говоря. То есть сказки сборники Афанасьева, они все-таки несколько причесаны, что вредит целям исследования, но делать сказки все-таки относительно, что прошло полтора века, но все-таки относительно удобоваримыми для современных детей. Так-так-так-так-так-так. Какая известная сказка эротическая? Ну, я не знаю, могу ли я. Мы не заявляли на этом вебинаре индекс возраста, да, 18 плюс или 21 плюс, поэтому мы не можем исключать, что нет детей. Но на самом деле они, эти сказки, на этом интернете русская народная эротическая сказка вам выдадут столько. Они такие похожи на анекдоты часто, то есть такой распространенный сюжет о том, как баба медведя обманула, да, обманула каким образом, что вот, мол, он там ее случайно задел, она ему показывает, говорит, смотри, ты меня уже почти разорвала, смотри, уже трещина пришла по моему телу. Медведь очень испугался этого, да, понятно, да, что женщина показывала медведю доказательство разорванной плоти. Тут, в общем, нужно просто, опять же, понимать контекст, тот мир, в котором жили наши предки, скультные плодородия, и, конечно, в этом не было ничего такого похабного или постыдного в этих темах. Вот такие дела. Поэтому, ну, конечно, на курсе будем еще много говорить. Что касается рекомендаций конкретных источников, ну, скажу так, нет таких, то есть нет, ну, мы будем вспоминать, будем разбирать, и покажу уже на курсе эти источники, эти сборники, но их без труда можно найти в интернете, просто набивайте в сборнике русских народных сказок, будет масса. Вот. Как отличить аутентичность? Ну, по христианизации, я тебе виду, да, что когда в сказках появляется уже, появляется религиозный такой контекст, то это уже поздняя вариация уже к христианским влияниям. Вот. Самые древние архаичные сказки, они, они такие. Еще, кстати, есть такой признак, признак исконности, архаичности сказки, это те принадлежения, которые герой приносит из-за нового мира. Вот чем отличаются древние сказки? Тем, что в ином мире человек искал способности. Например, нашел там золотой лук, который бьет без промаху. Кстати, если что-то золотое, это значит, вот, колобок, у нас тут такой солнышко золотое. Да ну, понятен тот образ, что вот он идет, идет от животного к животному, как солнце по небес-воду. Собственно, каждое животное отражает древний славянский зодиак. Вот эти вот созвездия, по которым идет наш колобок. Ну, опять же, одно из значений. Можно толковать колобок в детском варианте, как сказку о непослушании, а можно толковать в более глубоком смысле, как испытание лестью, собственно, на чем колобок и попался, как любой дулический человек оказался падок на лесть. Когда ему сказали, что ему кому-то его песенка оказалась очень-очень интересной, тут он впасть и попал. Но можно разбирать и космогонические с точки зрения чертогов, созвездий. Ну, опять же, про смысл, про образовательный смысл сказок. На колобке это очень хорошо заметно. Как, ну, не знаю, если человек вырос на сказке колобок, вряд ли он когда-нибудь перепутает последовательность этих животных, какое за каким идет. Что, кстати, становится для нас сейчас большой проблемой, вот попробуйте вспомнить последовательность знаков зодиака. Мы помним обычно, какой наш знак зодиака, под каким созвездием мы родились, но вот так быстро и на вскидку вспомнить, какое созвездие идет за каким, обычно очень сложно. Но совсем другое дело, если они отражены в сказке и человек вырос на этой сказке. Ну, а если мы понимаем, что времена это были древние, когда, естественно, никаких календарей не было, а вот этот счет времени даже был весьма условный, а при этом нужно было вести сельскохозяйственные работы и четко понимать, да, то есть вот даже сейчас по погоде порой очень сложно понять, то ли уже лето наступило, то ли еще весна, вот, то ли еще может быть вообще зима, потому что заморозки могут быть, то есть у нас сейчас календарь есть, и мы говорим, что-то вот для июня холодновато, мы говорим, потому что у нас есть календарь, это бы и не было, и мы не считали дни, как тогда, но, конечно же, только по звездам, наши предки ориентировались по звездам, и понимали, когда нужно сеять, когда нужно убирать уважаем, именно по созвездиям, вот, и очень важно было, что значит, ну, что называется молоком матери, впитать это вот последовательное созвездие, и если это происходило, то никогда уже больше человек забудет и не перепутает последовательно, который, ну, конечно, в жизни пригодится, но в детстве это просто вот такая смешная сказочка, можно тысячу раз так, 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 прошу вам, ну, вот, Алексей спрашивает, что вы уже прямо завтра, доверяя эксперту, что читать перед сном детям, отвечу однозначно, читайте Пушкина, ну, вот, ну, гений, да, личный ли это его гений, или древние знания, переданные через мифологическую Арину Родионовну, ну, ну, вот, сказки Пушкина, я еще не встречал, чтобы какой-то исследователь хоть в чем-то упрекнул эти сказки, они гениальны, вот, так, 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 что тут еще есть, Лена спрашивает как раз-таки про Арину Родионовну, впервые слышу, дайте наводку на источник, пожалуйста, ну, нет там никаких источников, это, в общем, чисто такая конспирология, вокруг Пушкина много конспирологий, связанных с чем? С тем, что у него-то, в принципе, кличка была француз, и факт, да, факт в том, что Пушкин, Пушкин в лицее, у него была кличка француз, потому что по-французски он изобразился лучше, чем по-русски. Более того, если почитать письма Пушкина, даже уже во взрослом, во взрослые периоды, ну, там жить вообще в плане грамотности и орфографии, в общем-то, писал он ужасно, даже уже в будущем взрослым человеком. Однако же, да, вот, и вот получается, он по-французски говорил, по-французски говорил лучше, чем по-русски, и тут ни с того, ни с сего пишет Руслан и Людмила. Ну, ну, как? Тут хочешь, не хочешь, в конспирологию поверишь, просто потому что так не бывает. Ну, и целое поле всяких и домыслов, и концепций, ну, в общем, упоминается, да, Пушкин много писал, много писем сохранилось, и где-то как-то он упоминал о том, что пытаясь его в лицее, он встретил некого старца, который ему такие тетради, записи с таким древним текстом, вот что-то такого, где-то он об этом оговорился, специально или нет, сложно сказать. Ну, это одна точка зрения. Другая точка зрения масонская, да, что, в общем-то, что Пушкин был масоном, и масоны ему эти знания не передавали, да, как этим братьям Грин. Вот, Вот. Ну, исходя из этого, в общем-то, есть версия, что няня, это, что Пушкин придумал этот образ няни для того, чтобы от него отстали с этими расспросами, чтобы какая-то такая более или менее убедительная версия, ну, которая, однако же, не очень работает, если мы помним, что уже в лицее он все еще плохо говорил по-русски. Так, хорошо. Так, 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 так. Ну, все вроде бы, на все вопросы, которые есть в чате, ответил, вы нормально так задержались, да, что мы 2 часа 20 минут, ну, как бывает со сказками, да, случается много. Ну, а на сегодня все. До свидания, до новых встреч и приятных сказочных снов. Время позднее, идем смотреть сказку. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok